Итак, всем еще раз привет. Спасибо, что присоединились. Сегодня у нас вебинар немножко в непривычное время. Посмотрим, как это будет, интересно или нет. И тема сегодня тоже очень интересная. Она звучит как факт-чекинг, то есть проверка фактов и как проверить информацию на достоверность. Сейчас я пару слов скажу стандартных, если вы смотрите в записи, чтобы было понятно, кто мы, что мы и почему мы это делаем. Во-первых, меня зовут Алексей Ницца. Я являюсь вебинтередактором предсоциальных технологий. Я провожу вебинары, как этот, и также делаю видеоуроки. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, замечания, вы всегда можете написать мне напрямую на почту либо найти меня в Facebook и добавить тоже написать. А если, опять же, какая-то полезная информация или хотите что-то узнать, или какой-то вопрос, или идея, по какой теме сделать вебинар, например, также с удовольствием, там, приму ваши заявки. Наш сайт, адрес это te-st.ru, выглядит он примерно вот так. И в социальных сетях мы везде с лошадей при CST. То есть мы есть в Facebook, ВКонтакте, в Twitter, в YouTube. Собственно, везде нас легко найти именно так. И кто мы такие? Мы являемся общественным образовательным проектом. Какая у нас цель? И цель следующая. Мы соединяем два полярных сектора. С одной стороны, это не коммерческие организации, это какие-то социальные инициативы, это активизм. То есть те проекты, которые делают какие-то полезные проекты и решают общественно важные задачи в обществе. И с другой стороны, это IT-специалисты, это люди, которые владеют определенными навыками, но которые часто, ну, по какой-то причине не думают или не знают, что можно делать что-то полезное. Поэтому мы разными способами соединяем их между собой. Мы пишем много материалов об этом. Мы проводим как онлайн, так и оффлайн-мероприятия. То есть вот как онлайн это вебинары, так же оффлайн-мероприятия. Мы проводим хакатоны, метапы и стараемся всячески объединить людей, чтобы получилось в итоге что-то полезное. Поэтому рекомендую, если вы еще не читаете, не подписаны на нас, то это сделать. Действительно очень много материалов, даже если вы не работаете в какой-то некоммерческой организации. То есть в любом случае какие-то навыки и знания о том, как использовать технологии, интернет в своей работе или просто для каких-то своих личных целей, это будет реально очень полезно. Так что очень рекомендую. Что еще я рекомендую сделать, это подписаться на наш канал на YouTube, потому что мы, по сути, записываем все наши мероприятия. У нас очень много контента образовательного. И чтобы не пропустить что-то интересное, вы можете подписаться и потом просто в своей ленте на YouTube смотреть, что появилось нового. Кто-нибудь, пожалуйста, в Валентине в чате ответьте, что можно перезагрузиться или попробуйте использовать браузер Chrome. Да, и все ссылки в презентации кликабельные. Если вы ее скачаете в PDF, то, например, нажав на картинку или внизу на подписаться на канал «Теплиц», вы перейдете по ссылке. И просто хочу сделать акцент на том, что у нас на YouTube есть плейлисты, так удобнее просто смотреть. И, во-первых, хочу порекомендовать вам посмотреть плейлист вебинаров, то есть те вебинары, которые уже были, их достаточно много, много чего полезного тоже поищите, посмотрите. Может быть, для себя найдете что-то интересное. И второй плейлист – это плейлист онлайн-ролоков или скринкастов. По сути, это такие небольшие видео, где рассказывается о том, как пользоваться тем или иным онлайн-сервисом. Это тоже очень полезно, тематика совершенно разная, широкая. Это и цифровая безопасность, это и дизайн, это журналистика, это открытые данные, это кортирование, то есть действительно очень много всего. Сейчас там более ста уже видеоуроков, поэтому, естественно, рекомендую подписаться. И сегодня у нас интересная тема – как проверить информацию в интернете. Пару слов скажу. Мы все с этим сталкиваемся, на самом деле, потому что мы неразрывно уже связаны с интернетом. Каждый день читаем информацию в новостной ленте, в наших социальных сетях, на новостных сайтах. И сайтов очень много, и информации очень много, и часто бывает непонятно, кому верить, потому что информация может совершенно быть разной. И как вообще проверять источники? Вопросы в Википедии можно затронуть. Опять же, да, то есть непонятно, как, собственно, кому доверять и что делать. И вот сегодня мы постараемся ответить на все эти вопросы и покажем какие-то инструменты, которые помогут вам в этом. И сейчас я хочу представить Максиму Корнева. Это медиаэксперт аналитической компании Media Toolbox. Я вот еще привел его тут в Facebook. Надеюсь, не зря. То есть если какие-то вопросы будут, вы можете ему задавать. И, в принципе, я ему сейчас передаю слово. Максим, если ты меня слышишь, включи, пожалуйста, звук на камеру. Привет. Привет всем участникам. Меня слышно? Максим. Да-да, я уже включился. Слышно ли меня? Интересно, вот я не слышу. Странно, вот у меня тут, смотри, плюсики пошли. Вот, а теперь я слышу, супер. Наверное, просто из-за интернета. Чуть медленнее получается. Так, ну что, мне включать видео своего лица или... Да, давай пробуем сначала с видео, и если тормозить не будет, то я думаю, что будет здорово. И загружай туда свою презентацию, а я тебе скажу, когда она появится, чтобы все окей. Так, то есть я включаю демонстрацию, да? Презентацию. Ага, вот все, видно. Все, тогда передайте слово и вперед. Ну, еще раз всем привет. Меня зовут Макс Корнев. Соответственно, я сегодня рассказываю про факт-чекинг в цифровых коммуникациях. За последние месяцы я это слово произнес, наверное, уже больше сотни раз. Так получилось, что было несколько занятий и встреч по этой теме. Поэтому я вам постараюсь сегодня изложить практически такую сгущенку информационную, что такое факт-чекинг и какие есть инструменты и как с ними работать. Ну, вкратце о себе. Собственно, работаю в Институте масс-медиа РГГУ на факультете журналистики. Доцентом преподаю, исследую социальные коммуникации, новые медиа, технологии для медиа, для СМИ. И вот второе направление, как уже Алексей сказал, это в компании Media Toolbox мы консультируем различные СМИ на предмет, как им стать более цифровыми, как им стать ближе к аудитории, да, предполагая, что аудитория у нас в социальных медиа. И опять же, как сбалансировать интересы редакции, аудитории, рекламодателей и прочих участников, значит, этих отношений. Поэтому вопрос факт-чекинга нас касается тоже напрямую, очень часто и в редакциях, и, в принципе, в мышлении, да, даже рядовых отсутствует вот этот вот модуль, да, который отвечал бы за проверку фактов на достоверность. А это, на самом деле, очень важно. Ну и опять же, даже если вы не работаете в редакции, но при этом регулярно что-то публикуете или даже регулярно что-то читаете, навыки факт-чекинга вам помогают ориентироваться вот в этом как раз огромном, да, потоке информации и как минимум выключать какие-то защитные фильтры, через которые фейков и всякой ерунды меньше проскакивают. Вот. Ну и опять же, про журнал «Журналист». Я еще не упомянул «Пишу для журнала «Журналист». Это, опять же, в рамках сотрудничества нашего «Медиатулбокса» с журналистом. Мы публикуем материалы и также вешаем их у себя в блоге «Медиатулбокс». Ну и, как видите, «Медиатулбокс» есть еще в Фейсбуке. Я бы рекомендовал в Фейсбуке подписаться, потому что мы помимо собственных публикаций туда еще перепощиваем те публикации, которые нам кажутся важными и интересными. Ну и делаем это все в таком веселом, довольно ироничном стиле, так что с нами не соскучитесь. Вот. Давайте перейдем к теме. Собственно, фактчекинг. Что такое фактчекинг? Фактчекинг – это набор принципов, подходов, техник для проверки фактов, верификации информации. Часто задают вопрос, зачем такое заморское слово «фактчекинг» не пришли назвать проверкой информации, верификацией информации. Да, можно, конечно, использовать как синонимы, но в этой ситуации фактчекинг – очень уместное слово, так же, как, например, слово «контент» отражает гораздо лучшее содержание понятия, чем слово «содержание», собственно. То есть если мы будем называть контент содержанием, мы навешиваем слишком много лишних коннотаций, слишком много лишних значений. Со словом «фактчекинг» все понятно. Короткая форма «фактчек», вот, «фэчэ» некоторые пишут. Ну, соответственно, такая форма, она быстро дает понять, о чем идет речь, да. Соответственно, вот по моей такой авторской формуле фактчекинг состоит из трех компонентов. Первый – осведомленность, второй – опыт и технологии инструмента. Выпадение одного из компонентов автоматически снижает успешность вашего фактчекинга кратно, да, или, там, может быть, в общем, даже множит на ноль. Значит, что это значит? Это значит, что осведомленность помогает вам, в принципе, ориентироваться в тех форматах фейков и вообще в форматах коммуникации, которые есть. Мы обязательно про них поговорим. Без вашего опыта, да, без набивания шишек тоже ничего не получится. И, не имея, собственно, технологий и инструментов, можно просто упустить какие-то важные детали, и, соответственно, также неопыт с осведомленностью не помогут. В общем, нужно держать баланс между тремя вот этими штуковинами. Мы сейчас, конечно, в большей степени будем говорить про осведомленность и во второй части про технологии инструмента, ну, условной второй части. Значит, зачем, в принципе, нужен фактчекинг? Иногда спрашивают, не совсем, видимо, понимая, как строится модель медиа и монетизации, да. Во-первых, сразу такой тезис – честным быть выгодно. Когда вы действительно стараетесь для своей аудитории придерживайтесь общих правил журналистских и вообще честных правил работы с информацией, стараетесь быть независимым, объективным, точным, беспристрастным, естественно, уровень вашей информации и уровень вашего медиа довольно высокий, да, и, соответственно, это отражается на доверии аудитории, которая со временем накапливается и превращается в вашу репутацию. И репутация, соответственно, уже монетизируется, она, опять же, может приносить вам либо деньги, либо приносить влияние, либо приносить уважение. То есть кто зачем гонится. Ну, то есть если, допустим, вы просто пишете как блогер или там как активиста общественный, да, естественно, для вас фактчекинг тоже важен, потому что это непосредственно ваши доверительные отношения с теми людьми, с которыми у вас есть контакт. Вот, поэтому наверху этика, которая конвертируется в доверие в репутацию, превращается в успешность. Ну, и успешность там меряют по-разному, да. Значит, дальше, соответственно, как бы такой простой вопрос, почему, да, то есть зачем нам фактчекинг, мы поняли, а почему это важно и почему это важно именно сейчас? Ровно потому, что при обилии фейков, да, очень сложно построить нормальную объяснительную модель мира, да, чтобы люди могли принимать правильные решения, да, в окружающем мире. И, соответственно, на первом этапе, да, хорошая медиа борется, побеждает фейки, да. На втором уровне, скажем так, уже на проверенной, достоверной информации медиа, да, которая обладает определенным ресурсом доверия, может на себя взять роль объяснение этой, значит, окружающей действительности и тех событий, которые произошли, потому что фактов много, да, и человек их получает в том числе и из социальных медиа, но что это значит для него не всегда понятно, поэтому хорошая медиа проверяет информацию на достоверность, объясняет, что это значит и помещает это в контекст того, что было, будет и что происходит, может быть, в других сферах жизни. Да, то есть идеальные медиа – это вот такой вот поэтапный фильтр. Вначале отсеять фейки, потом объяснить факты и поместить эти факты в контекст, да, чтобы было понятно, чтобы было ясно. Значит, чтобы было понятно, как соотносятся разные элементы, да, и вообще с чем мы имеем дело, нужно ввести вот три таких понятия основных, собственно, события – факт и фейк. Ну, или фактоид в другой терминологии, ну, фейк как-то даже по количеству букв и по ритмике подходит к факту, мне кажется, лучше. Поэтому событие – это то, что произошло, это то, что изменилось в окружающем мире, да, и то, что мы можем зафиксировать своими, соответственно, органами чувств. А вот дальше начинаются уже интерпретации либо вольные, либо невольные искажения, да, и, соответственно, чтобы установить факт, как правило, требуется несколько свидетельств, либо требуется некий первоисточник или тот, кто инициировал какое-то событие, да. Поэтому факт – это и есть подкрепленное надежными свидетельствами событие, а фейк – это изначально несуществующий факт, то есть выдумка, небылица, попросту говоря. Либо, опять же, фейком может быть искаженное событие, да, то есть событие было, но в него перемешана какая-то доля неправды, и эта неправда меняет полностью содержание этого события, да, то есть уводит от факта и уходит суть события. Поэтому фейк – это, да, такая довольно токсика, необязательно придумывать все, да, достаточно иногда исказить там просто знак, да, плюс на минус поменять, и все событие совершенно по-другому играет. Поэтому вот в этом и опасность фейков. Они очень быстро и легко перекрашивают, да, как бочка меда портится ложкой дегтя, так же и фейки отравляют реальность. Поэтому опасность фейков в масс-медиа в том, что они очень быстро захватывают информационное поле и получают живую реакцию, оценку, да, то есть последствия фейков всегда реальны. И вот в этом, опять же, их опасность и самое страшное в фейках. Значит, фейки я предлагаю делить на две группы. А в первой группе фейки, ошибки так называемые, то есть они связаны с простыми человеческими слабостями, невнимательность, какие-то заблуждения, общие места, лень иногда, некомпетентность, простые опечатки, спешка и так далее, да. А с ними легко бороться хотя бы потому, что они непреднамеренные и они не сопротивляются тому, чтобы вы их нашли и устранили. То есть в любой редакции или даже при любом написании текста или работе с любым контентом достаточно либо двойной проверки самого себя, либо отдать кому-то еще на проверку текст. То есть это довольно легко устраняется, если выработать определенную дисциплину и правила, да. И опять же, фейки сами по себе такого рода могут даже стать объектом самоиронии, да. Вот, например, лента, старая версия ленты, ну, вот этот вариант 2009 года, да, делала подборки своих опечаток на 1 апреля и получались такие довольно любопытные материалы, где можно над самим собой поиронизировать, посмеяться и сделать вот эти фейки и опечатки объектом, в общем, шуток. Но фейки, собственно, непреднамеренные, не так страшны, как фейки-обманки, да, то есть фейки, которые создаются кем-то, за ними стоит всегда некий интерес, за ними стоит человек либо группа людей, и, опять же, как в преступлениях, да, за ними присутствует некий умысел, то есть что-то такое умыслили, значит, эти злодеи-негодяи, и вот с этим умыслом они, значит, этот фейк задумали. Ну, вот здесь еще вопрос, есть эмоционально окрашенный факт, это фейк или что? Ну, тут надо разбираться в каждом конкретном случае, да. А если там кто-то там эмоционально написал на такой-то улице горит дом, о, боже, все пропало, да, ну, можно сказать, что это факт. А если кто-то с перепугу, там, значит, под лестницей, когда там была такая новость, увидел змею, а на самом деле там шланг лежал, да, и он там раструбил об этом по всему подъезду, то, конечно, такая эмоционально окрашенная. Подача фактов, естественно, фейк. То есть, ну, эмоции сами по себе, они не обязательно приводят к искажению, да, фактов. Другой вопрос, что они, конечно, часто мешают правильному восприятию, и эмоции, конечно, лучше отделять от фактов, потому что чаще всего они несут такой заряд, да, искажающий. Ну, опять же, потому что холодная голова, да, она для фактов, а вот все эмоции, они, естественно, переключают ваш режим восприятия на такое более горячее, да, более горячее восприятие реальности, и интерпретации могут очень сильно отличаться от того, что на самом деле. Вот, поэтому, возвращаясь к фейкам-обманкам, да, что это? Преднамеренные, активные, умышленно созданные, манипулятивные конструкции, да, прослеживается чей-то интерес, прослеживается чья-то пристрастность, зависимость, ангажированность, умысел. Вот эти все слова уместны здесь. С ними бороться сложно, потому что они будут сопротивляться разоблачению, да, то есть это фейки активные. Ну, и опять же, степень этого сопротивления зависит от степени серьезности или умысла, если это просто сетевой шутник, который что-то такое, значит, вбросил, и какое-то время просто не сознавался и посмеялся, а потом сказал, ну ладно, да, это вот я, значит, придумал, это одна история, а если это элемент, там, государственной пропаганды, да, неважно, чьей, все пропаганды одинаково паршивы, то, соответственно, это будет скрываться, это будет опровергаться, этот фейк будет активно сопротивляться вам, да, и еще и будет, так сказать, выстраивать параллельную реальность. Вот, значит, слайд, как работают фейки, мне сказали запустить через демонстрацию рабочего стола, я сейчас попытаюсь вам, соответственно, это все продемонстрировать. Так. Перевать демонстрацию и начать вашу. Попробуем. Так, надеюсь, вы видите. Ну, пока еще нет. В общем, запускаю, и потом скину, если что, еще ссылочкой в этот самый. Эй, вы, покажите мне этот большой слон. Гуд, гуд, да, да. И дайте мне большой справка, что этот слон есть принадлежат мне. Прошу. Капут. Ах, какой был слон, какой был слон. Слон плохой. Справка. Хороший. Так, чемодан большой, тяжелый, как рыцца. Вот он. Чемодан маленький, легкий, как рыцца. Вот он. Слуга. Небольшой одна штука. Вижу. А это что? А это слон. Она здесь купленный. А бумаги на него есть? Да, да. Натируй. Справка. Выдано магазином номер 8 иностранцу с табуреткой. Ага. С табуреткой. Подтверждается, что слона он купил в нашем магазине. Покупайте наших слонов. Проходите. Вот, то есть очень живой, яркий пример, как работает, с одной стороны, фейкмейкер, а с другой стороны, как работает наше сознание, которое, находя привычные образы и находя привычные объяснения, готово пропустить по внешнему признаку, по какой-то справке любого слона. То есть этим часто и пользуются фейкмейкеры, тем, что создают похожие на реальность события, похожие на реальность структуры, и за счет этого снимаются критические фильтры наши. Ну, опять же, как это часто бывает, под видом журналиста, журналистики подается чей-то интерес. Политический, экономический, неважно. Поэтому вот эти вещи, они, конечно, очень сильно отравляют пространство, и, к сожалению, с этим ничего нельзя поделать. Опять же, подчеркиваю, что так работают, естественно, фейки умышленные, да, то есть фейки-обманки. Ну, случайные фейки, они просто могут тиражироваться молвой, и, опять же, иметь определенный, тоже, конечно, эффект негативный, но все же не до такой степени, как такие фейки-мемы, да, фейки, которые изначально созданы для того, чтобы поменять что-то в общественном сознании, что-то в настроении людей. В этом, конечно, и есть опасность, что со временем незаметно по небольшим шажкам люди оказываются в какой-то параллельной для себя реальности, и могут даже этого не осознавать, да, то есть, если вдуматься, что, скажем, в Северной Корее, да, уже на протяжении многих поколений, да, люди живут и не знают, что можно жить иначе, да, и они искренне верят в то, что где-то идет война, что там солдаты уходят, да, что в Америке там кирдык и на улицах голодают, то есть, они не знают, что есть другое, иначе, да, и фейки могут вообще полностью как бы заменить картину мира и, соответственно, полностью исказить представление о том, что есть на самом деле. В этом, конечно, их самая большая опасность. Вот. Значит, заповеди фейкмейкера, да, ну, если у нас есть фактчекеры, такие, значит, воины добра, то есть, естественно, фейкмейкеры, то есть, те самые злодеи, которые вот это все, значит, устраивают нам. Заповеди фейкмейкера я сформулировал вот такими тремя пунктами. Не так важна истина, на самом деле, если эффект реален, как в анекдоте, да, ложечки нашлись, осадок остался. Вот ради осадка, собственно, все и делается. А, украли ложечки, не украли, это уже не важно. Важно, что осадочек остался. Второе, значит, использовать привычку людей к автоматизмам и стереотипам, то есть, наш мозг, к сожалению, не может каждую секунду по новой обдумывать каждую ситуацию, поэтому, если какие-то стереотипные ситуации происходят, мы привыкаем к ним на автомате, да, и, соответственно, вот этими автоматизмами и пользуются. Вот таможенник увидел справку, вид печать, слон-слон, поставил-сопоставил, слуга есть, ага, иностранец есть, все, проходите, да, ну, также примерно люди в большей части думают, да, то есть, телевизору, если сказали, там, по первому каналу, значит, правда, значит, нормально, в газете написали, ну, врать не будет. И вот на этом, конечно, все основано, или какой-нибудь эксперт пригласили, вот, который, значит, политических, да, или о какой-нибудь, значит, истории, там, не знаю, в отношении стран, и мы не знаем, да, на самом деле, что это за эксперт, но он там весь в регалиях, поэтому ему по умолчанию как бы доверяется, делегируется это право, говорит нам, что хорошо, что плохо. И вот в этом большая проблема, да, автоматизмы, соответственно, искажения, и, вот как завершение этой логики незаметное встраивание, собственно, этих фейков, незаметная их прививка к информационному полю, к информационному полотну, дает вот такой отравляющий эффект, который, соответственно, может искажать полностью всю картину мира и менять полярность тех или иных событий с плюса на минус. Значит, казнить нельзя помиловать, здесь, поскольку у нас нет возможности интерактива, я просто прокомментирую, это немножечко такая защита даже не фейков, а некоторая критика даже фактчекинга в том плане, что, вот, например, на левой фотографии, самой крупной, мы видим уже смонтированную реальность, то есть, вот этот солдат красиво, картина, протягивающий руку, и беженец, который на него, в общем так, с надеждой или, наоборот, со страхом, да, смотрит, это создает какую-то драматургию в кадре, если вы посмотрите на две фоточки рядом, которые были исходниками, то в первой фотке все здорово с солдатом, но плохо с беженцем, во второй фотке все здорово с беженцем, но как-то двусмысленно и плохо с солдатом, вот, и, собственно, этот Брайан Волски еще в 2003 году решил, что ничего не будет, если я вот так возьму и склею две фотографии. Все это пошло, значит, печать, все это пошло в публикацию, и нашли это случайно, да, случайно заметили какое-то несоответствие вот там где-то в облаках, и когда ему задали первый вопрос, он согласился и сказал, что да, действительно так и есть, я, значит, смонтировал, что такого, его там стрессом уволили, ну, и, естественно, началась общественная дискуссия, и в его защиту в том числе выступали многие люди и говорят, что ну да, конечно, он склеил эту фотографию с другой, но с таким же успехом он ведь мог, имея в голове замысел, просто сидеть и караулить такой же кадр, либо на каком основании мы, скажем, доверяем человеку, который пишет репортаж словами, да, поскольку он вертит головой и что-то видит, что-то не видит, у него есть какие-то субъективные фильтры, и дай бог, если эти фильтры связаны с журналистской профессиональной этикой, а там нет ничего личного, вот, плюс он собирает как-то в голове образ и подбирает к этому слова, и по сути он уже монтирует эту реальность так, как считает нужным, да, или так, как позволяет ему, значит, профессиональная совесть и профессиональные требования, вот, поэтому, конечно, да, нарушение, безусловно, было с точки зрения внутренних там, правил газеты распорядка, но в целом, так ли он виноват перед реальностью, этот фотограф, вопрос открытый, а какое решение может быть, кстати, опять же, если у кого-то вот такой же возникнет казус, да, просто показать, что это художественное решение, показать, что это уже интерпретация реальности, ну, скажем, можно было бы сделать какую-то жирную обводку, например, беженца и того же солдат, да, тогда сразу понятно, что это как бы в клейке, в стройке, да, либо можно было добавить еще каких-то элементов таких в форме коллажа, которые бы показывали, что это искусственно, да, либо внизу мелко подписать, там, фотореконструкция, там, или фотоколлаж, да, вот, это действительно тогда улучшает отношение, что называется, с реальностью, вы не обманываете аудиторию, и при этом аудитория видит вашу задумку и, так скажем, драматургию вашего замысла. Вот, в этом смысле есть Андрей Мирошниченко, известный медиакритик и медиаисследователь, который мне даже перед одним из вебинаров настоятельно сказал, не забудь только сказать, что фактчекинг всем хорош, кроме того, что он убивает красивую историю. Вот у него были даже такие тезисы, потом сами их почитаете, они, естественно, ироничные, но каждая шутка известна из доли шутки. Действительно, если заниматься прям таким брутальным фактчекингом, докапываясь до всех деталей, можно за этим потерять какую-то историю, и вы не сможете ее рассказать, так как она могла бы быть рассказана. Но здесь уже вопрос, скажем так, ваших целей, да, и профессионализма. То есть одно дело рассказывать легенды, да, одно дело делать красивые истории о людях, там, об их героизме и так далее, да, другое дело показывать на исторических фактах, как это было, да, там, крещение Руси или подвиг панфиловцев, естественно, по-разному выглядят в исторических источниках и в народной молве, да, в официально-государственных, скажем, текстах и высказываниях. Поэтому здесь просто разные задачи. Ну, конечно, журналист должен стремиться к объективности, к честности, но вот иногда действительно фактчекинг может помешать красоте истории, поэтому это всегда такой очень этический выбор, где остановить вот эту машину безжалостного фактчекинга и все-таки добавить немного лирики и драматургии. Значит, фейки как медиа-стратегия. Это очень хорошо соотносится с пунктом про осведомленность, да, с параметром осведомленность. Если вы не знаете, что есть вот такие виды медийной активности, то, скорее всего, вы на них попадетесь. Ну, например, вот этот вот замечательный юноша, которого зовут Пранкер Вован, ну, в миру, соответственно, Владимир, он, ну, лично мне был интересен еще задолго до того, как он стал таким глобальным медийным персонажем и субъектом политики международной, причем, да, не побоимся этих слов. Тогда он еще занимался просто, в общем-то, телефонными хулиганствами, пранками, там, писал иногда в какие-то газеты, значит, такие вот желтого типа про шоу-бизнес. И, в общем-то, ну, такая роль его социальная была, в лучшем случае в том, что он показывал, как звезды выглядят на самом деле. Но поскольку инструмент сам по себе мощнее, чем, ну, собственно, то, чем он занимался, да, через какое-то время он научился работать с новостной повесткой, вот, и уж не знаю, кто его там заметил раньше или как-то само так вышло, да, ну, в общем, с какого-то момента его стали интересовать политические события, политические, соответственно, фигуры, и пранки вышли уже на уровень там, министров, глав государств и прочих там, супермедийных людей, да, ну, то есть, вот этот звонок Элтону Джону, как бы, от лица Путина, после которого состоялся реальный звонок Путина Элтону Джону, ну, это был такой, в общем, один из безобидных, скажем, заходов, да, мы не берем там более жесткие вещи, когда, собственно, там, отрабатывали более такие конфликтные повестки как по Украине, так по Турции, там, по Белоруссии даже было что-то, вот, то есть, сама по себе технология пранка состоит в том, что человек звонит своей жертве, да, своему объекту, представляется кем-то, с кем у жертвы есть либо общность интересов, либо человек, звонящий по статусу выше, чем жертва, да, и, соответственно, на том конце человек, если не чувствует подвоха, он начинает общаться как с себе равным, либо как подчиненный с начальником, будучи готовым выдать всю информацию, да, и, естественно, он никогда бы этого не сделал, если бы знал, что на самом деле происходит, и кому он на самом деле это выдает, и что это все будет опубликовано, в широком доступе. Вот, поэтому сама по себе технология, она состоит из звонка, фейковые сущности, и через вот эти вот механизмы выуживания информации мы докапываемся до каких-то свидетельств, да, то есть мы еще не знаем, реальность это не реальность, но это свидетельство от первого лица, и это довольно мощный инструмент, получается, его сложно очень-то купировать, единственный вариант только на стадии звонка, почувствовать что-то неладное, да, попросить перезвонить, это самая лучшая стратегия от всех жуликов на самом деле, если вам кто-то звонит и что-то срочно от вас просит, попросите оставить телефон, уточните из других источников, кто вам звонит, и тот ли этот человек, за кого себя выдает, и после этого спокойно перезванивайте, общайтесь на здоровье, вот, поэтому вот на этом построена технология пранка, и это действительно медиа-стратегия, если вы там откроете YouTube, наберете Wavan 2.2.2, ну, по-английски, да, то увидите очень много разных пранков, и старых, и новых, и даже найдете записи их передачи вот с пранкером Lexus, его напарником, который выходит на НТВ под названием «Звонок», по-моему, вот, то есть они уже даже в прямом эфире работают, для меня до сих пор загадка, как те, кому они звонят, еще не просекают, что происходит, вот, ну, видимо, может, где-то до регионов докатывается это долго, вот, но мы с вами, видите, вооружены, соответственно, мы знаем, что есть пранкеры, мы знаем Wavan, у него, кстати, довольно специфичный голос, и если вы несколько раз услышите, даже если он вам позвонит, вы его всегда узнаете. Другой вопрос, что, конечно, сейчас уже делаются многоходовки, но мне кажется, что сама технология пранка, да, она, ну, довольно легко вычисляема, да, если вы, опять же, готовитесь и потенциально готовы к такому развороту событий. Значит, следующий вид такой медиа-стратегии фейковой, это фейковые новости. Ну, вот был нашумевший сайт FogNews, который умудрялся своими фейками, значит, ввести в заблуждение даже крупные наши агентства, да, информационные, не говоря уже о игроках, поменьше. Сейчас, конечно, все реже и реже проскакивают такие новости с подобного ввода ресурсов, но до сих пор проскакивают. Я там потом еще укажу обязательно ресурс лапши-снемалочная. Вот там есть хороший разбор кейса, да, случая относительно недавнего, в конце августа, якобы, Трамп очень негативно высказался о тех, кто не пустил нашу паралимпийскую сборную. А это прошло по Интерфаксу, а как только это попало в терминал Интерфакса, понятно, что все, кто поменьше, они не перепроверяют за Интерфаксом, то есть считается, что информагентство дает проверенную качественную инфу. Вот, этот фейк разбежался очень мощно, в том числе попал там в ведомости, да, ведомости все-таки славные, да, своими качествами, да. Так, а вот сейчас еще вопросы, а как узнать, кому они звонят, может, сам звонок фейк? Ну, как узнать? Никак, ну, то есть если вы потенциально представляете интерес для пранкера, вам могут позвонить, то есть обычному человеку скорее всего позвонят жулики, представят сотрудникам Сбербанка и попросят продиктовать номер карточки. Если вы там, допустим, журналист или какой-нибудь общественник, ведете какое-нибудь общественное расследование, у вас есть эксклюзивная информация, то вполне возможно, что вас пранканут, да, пытаются из вас вытащить какую-то информацию. Вот, то есть нужно просто понимать, насколько вы можете кому-то быть еще интересны. Вот. Да, Интерсакс все правильно, Альтерфакс с миксер и прочие-прочие штуки, это вот все из серии таких фейк-ньюс. А на Западе есть, собственно, известный, ну, на Западе, в Америке, точнее, ресурс The Onion, это такой уже старый, можно сказать, сатирический вестник, теперь электронный, да, и там и видео, и тексты, и, в общем, все понимают, что The Onion это здорово, весело и смешно, но иногда даже торгаться на The Onion, особенно пока, видимо, не подучили матчасти и не запомнили, какие ресурсы, относятся к юмористическим, то есть по внешнему виду это полностью копирует сайт новостной, структуры, рубрики соответствуют такому медийному дроблению, да, оформление также выглядит, как новостной сайт, заголовки, иллюстрации, ссылка на источники, форма соблюдается отменно, но содержание абсолютно безумное. Вот, конечно, здесь есть проблема, профессиональное чутье вам не поможет в ситуации с фейками, здесь только многоуровневая проверка и вот знание таких форматов, то есть если на сайте уже написано, что он юмористический, ну, наверное, не стоит тогда просто на него ссылаться, можно, конечно, на него сослаться, как на альтернативную версию, подчеркнув, что это юмор, да, или сатира там, но, конечно же, это не может быть серьезным источником и ссылаться на это ну, как бы, непрофессионально, да, и даже выглядит потом все смешно и глупо. Вот, ну и одно из третьих направлений, опять же, все правильно, вот вы пишете, да, там, пранкеры, фейкеры, троллеры, да, пожалуйста, да, можете сюда и троллей добавить, это тоже будет медиа-стратегия, просто, скажем, тролли, это такое понятие более расплывчатое, троллем может быть и школьник Петя, да, а троллем может быть и там журналист Александр Невзоров, да, который в последнее время активно троллит РПЦ и пишет просто бомбические, значит, колонки на Снобе, на Снопру, там, они так, по-моему, называют чувств верующих, почитайте, это мощно, то есть, то, как он умудряется проехаться по РПЦ, это, конечно, талант в высшей степени, вот, ну, то есть, безотносительно, по кому он приезжается, да, дело там не в РПЦ, дело просто в том, как он это делает, по объектам, я не знаю, не знаю, Газпром, по Газпрому бы так приездил, да, то есть, здесь вопрос, опять же, в профессиональном навыке, вот, и поэтому, конечно, да, медиа-стратегия, опять же, да, это такое понятие тоже расплывчат, кто-то считает этой стратегии, кто-то не считает, но, почему я, допустим, собрал вот эти три вида медиа-стратегии в одну, ну, просто потому, что люди таким образом, ну, буквально зарабатывают деньги, либо зарабатывают влияние, да, троллингом, ну, кто-то зарабатывает, да, это уже совсем другая категория, а в принципе, конечно, троллинг изначально не предполагал заработка, это всегда было для веселья, just for loose, как говорится, for fun, для веселья, и, конечно, все, что потом началось уже с монетизации троллинга, это примерно как монетизация пранка, да, ну, опять же, пранк, я, например, считаю как одним из подвидов троллинга, изначально, который тоже стал технологией, ну, в общем, троллить можно технологично, да, и, соответственно, пранковать можно технологично, это примерно все одного порядка, вот, а макюментари, чем мне нравится, это, в общем, такой жанр синтетический, да, псевдодокументалистика, плюс, ну, в общем, хороший юмор, как правило, вот, Борат, на самом деле, нельзя, наверное, отнести, целиком только к макюментаре, там много довольно игровых эпизодов, но, безусловно, почему его, опять же, можно приводить в пример, там есть немало моментов, когда люди, которые участвуют в съемках, они не знают, что их разыгрывают, и, соответственно, их реакции очень стереотипные, и если вы не смотрели фильм Борат, обязательно посмотрите, количество высмеенных стереотипов на единицу времени совершенно зашкаливает, да, и, самое, конечно, смешное выглядит именно, ну, смешнее всего выглядят люди, которые всерьез воспринимают все эти ситуации и всерьез на них реагируют, не зная, естественно, что их разыгрывают, не зная, что это персонаж, что это не настоящий человек, вот, поэтому вот тоже, чтобы не оказаться в глупой ситуации, да, чтобы не стать жертвой, значит, вот таких вот розыгрышей и вообще отличать, собственно, постановку от реальности, нужно понимать, что вот есть такой жанр, вот, например, в этом жанре в России есть фильм «Россия полное затмение», так и называется, делал его Андрей Лошак для НТВ, перед тем, как он уже с НТВ уходил, и там концентрация бреда, конечно, зашкаливала, но очень многие люди восприняли это всерьез, потому что привыкли к образу Лошака как специального корреспондента, который делает качественные, значит, материалы журналистские, опять же, люди привыкли к абсурду, в том числе НТВ, что ему, и люди видели там свидетельство, как бы, как бы свидетельство реальных людей, ну, то есть там подыгрывала, условно, Ксения Собчак, да, еще кто-то из таких известных медийных личностей, понятно, что они были в сговоре, скажем так, с автором фильма, но для обычного человека это был, опять же, social proof, такая, да, социальное подтверждение того, что это все может быть правдой. Ну, и там было много смешных последствий, в общем, посмотрите просто, это Россия полная затмения, вам все станет сразу ясно, и, в общем, не скучно проведете время. Значит, поскольку, ну, я вас не вижу, да, поэтому я вот так быстренько прогоню, значит, пару слайдов, я вам предлагаю проверить свое редакторское чутье и найти среди заголовков заголовки фейковые. Ну, опять же, кто не спойлерил и не листал еще презентацию до конца, собственно, можете посмотреть, как это выглядит и проверить себя. Ну, вот, в общем, нужно понять, что из вот этих заголовков является реальными новостями, что является фейками. То есть, здесь мы сейчас просто вот интуитивно пытаемся понять, где, ну, совершенно какие-то невозможные вещи, а где вещи вполне сериальные. Вот, ну, то есть, там, сколько-то здесь у нас шесть, да, заголовков, про Мельдоний фейк говорят, ага, так, ну, замечательно. Ну, кто-то для себя там, значит, пометил, да, что что-то фейк, что-то не фейк, вот, да, жестокие варианты, это правда. Тут вот еще несколько вариантиков я так накидал, там, получил чуть поменьше, пять, да, ну, в общем, здесь, да, вот все возможно, действительно, я бы даже сказал так, что все под подозрением, а потом уже из подозрительного выбирать возможное. Да, про фараона, ну, понятно, да, 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 вот, здесь вроде такие уже заголовки не слишком, брутальные, и, в принципе, вроде все так как-то близко, да, ну, только с фараоном что-то как-то немножко странно, опять же, клонировать, сомнительно. Вот, ну, не буду вас долго, да, прогенофон, долго томить, в общем, в реальности, вот, на первом слайде, да, где шесть заголовков, это все реальные новости, есть такой проект Breaking Mad Залина Маршинкулова, он специализируется на трэш-новостях, и эти все новости, собственно, имеют источник, да, они ссылаются, как минимум, на местные СМИ, может быть, конечно, местных СМИ тоже проскайкают какие-то фейки, но, насколько я понимаю, именно фишка Залины, да, фишка этого ресурса, в том, что они факт-чекают и проверяют, действительно, было-не было, да, может быть, там поднимают милицейские сводки местные, но, даже если это и не так, то сам факт того, что это опубликовали местные СМИ, опубликовали не раз, ну, говорит о том, что, в общем-то, эта новость уже имела резонанс, и, единственное, что делают они в этой ситуации, просто переписывают заголовки, да, все правильно, конечно, по заголовкам судить трудно, но, представьте себе, если вы сидите редактор на лентах, да, и вот вы видите какие-то заголовки, увидели бах, яркий заголовок, о, все, это сенсация, да, и не перепроверив, долбите его, соответственно, ну, перепечатываете, рерайтите, да, или берете эту новость за основу, берете комментарии и публикуете у себя, чтобы побыстрее, значит, собрать, значит, аудиторию, вот, то есть, таким образом, на заголовке в основном-то и ловится, поэтому, вот, в первом случае, все правда, просто доведены до абсурда заголовки, докручены, скажем так, мысли, а вот второе, это полностью все выдумки, причем, хитрость второго проекта в том, что по заголовку, довольно безобидному, ну, не считая там, опять же, фараонов, очень сложно понять, правда, неправда, некоторые новости настолько коварные, что они выглядят как абсолютно нормальные новости, и только где-нибудь в одном месте, такие маленькие ушки торчат, такой маленький намек на фейк, вот, либо, ну, намек жирный, но, опять же, считываемый не всеми, и нас миксер тоже ловились в свое время крупные СМИ, в том числе, просто сейчас этим уже мало кого удивишь, и это скорее такой, ну, вот, проект для души у кого-то там, значит, реализуется, так что, это просто подтверждение факта, что мы часто переоцениваем свои возможности, и какие бы ни были редакторы, с каким бы ни были опытом, да, это вот только подтверждает тезис о том, что осведомленность необходима, да, если вы знаете, что этот ресурс изначально фейковый, то, в общем-то, вам не нужно тратить тонну времени и сил для того, чтобы перепроверять эту информацию, мы и так знаем, что она фейк, вот, и опыт есть, здесь не поможет, да, ну, то есть, если Эхо Москвы там перепечатывал, ведомости перепечатывали, да, фейковые новости, то, понимаете, здесь уже, как говорится, вот, отлично есть еще тест молебен или нет, ну, потом сами его посмотрите, сейчас не будем на это тратить время, это опять же к вопросу, кого интересуют форматы, медийные форматы, кто занимается медиа, из фейков можно делать любопытные, соответственно, подборки, либо реальность интерпретировать таким образом, что она выглядит как фейк, и вот, предложить человеку поугадывать, да, где правда, где неправда, ну, вот на этом же построен этот тест, пройдете его, если вы поймете, о чем я, вот, поэтому вот эта вот игра с, возможно, невозможно, игра с ощущениями, где совсем дикость какая-то, да, где реальность, это, конечно же, вопрос такой вот, открытый, да, мы никогда не можем со стопроцентной уверенностью доверять вот своему просто сознанию и оценкам, да, очень сложно иногда сориентироваться, вот, ну, в общем, нагнал я в жути, что в этой ситуации делать, что делать, выражаться принципами, да, панику отставить, нам нужны принципы, ну, то есть инструменты, это на последнем этапе, а сейчас мы пока прокачиваем, да, осведомленность и наши принципы, которые лягут в основу опыта, да, в дальнейшем, ну, или сейчас уже лежат в основе вашего опыта, просто подпирают, скажем так, ваш опыт и делают прочнее основы фактчекинга, значит, первый принцип такой, значит, классический, журналистский, театральный, да, не верить, то есть профессиональный недоверие, критический подход, это основа основ, если мы сидим, значит, читаем что-то, и уж тем более мы журналисты, и мы мониторим информацию, у нас должно быть под подозрением все, даже если это интерфакс опубликовал, что-то такое прям скандальное, да, и нам, да, что это нормально и правда, если у нас на это есть время и ресурсы, лучше еще как-нибудь перепроверить, ну, понятно, что здесь может где-то как раз редакторское чутье помочь, да, если опять же какая-то цитата пошла, либо ссылка на непонятный ресурс, может это сработать, но опять же здесь вот, если какой-нибудь интерфакс уже опубликовал, или какое-то другое крупное агентство, конечно, критический фильтр падает автоматически, и с этим тоже ничего не поделаешь, то есть нужно быть готовым к тому, что все фейки никак не поймаешь, да, поэтому нужно хотя бы по минимуму пропускать фейки, ну, уж если крупное какое-то агентство облажалось, что называется, ну, вам будет не то чтобы простительно, но не очень хорошо. Вот, на фото Станиславский, да, который не верю, и в общем, этот принцип не верю, он лежит здесь в основе, да, то есть нужно себе все время громко кричать внутри, не верю. Значит, второй принцип, о чем мы, собственно, говорили про медиа-стратегии, да, это предупрежден вооружен, то есть когда мы осведомлены о каких-то фейковых форматах, нам гораздо сложнее запудрить мозги, ну, долго не будем здесь останавливаться, дальше принцип знать специфику, он относится тоже к предупреждению вооруженно, это очень часто связано с какими-то сферами профессиональными, ну, самый яркий пример, вот пример, который идет по ссылке, это, если кто-то пишет про криминальную тематику, да, судебная журналистика, как угодно можно это называть, он должен очень четко понимать разницу между задержанным и арестованным, арестованным и обвиняемым, обвиняемым и осужденным, и прочие такие нюансы, да, то есть можно даже нарваться на встречный иск, если вы задержанного назовете обвиняемым, да, или там еще как-то так, исказите очень сильную реальность, вот, и это действительно очень важно, там каждое слово, особенно в респруденции, все большой смысл, и их нельзя там применять как синонимы, нужно четко понимать и осознавать границу этих терминов, и что каждый из них значит, да, поэтому знание специфики спасает как раз от этого первого вида фейков по незнанию, по некомпетентности, по опечаткам, по заблуждениям, да, вот здесь, если чем-то занимаетесь специальным, обязательно нужно следить, опять же, если сами не знаете, ну, найдите эксперта-специалиста, покажите ему, это тоже часто срабатывает, да, да, или отзыв аккредитации, значит, что было, то и будет, это вот принцип эколезиастовский, да, ничего не нового под луной, как правило, все схемы, логики, последовательности обмана, они уже отточены десятками, там, тысяч лет человечеству, просто цифровые инструменты добавляют еще новых возможностей, новых каких-то уловок, а так, в принципе, все базируется на очень простых, самых человеческих слабостях. Вот, кто, опять же, интересуется этой темой, посмотрите обязательно книжку Роберт Чалдини «Психология влияния». Она есть в электронном виде уже не раз там, отсканированная, скачанная, PDF-ленная. Есть в виде аудиокниги, очень хорошо, кстати, слушается, на слух легко воспринимается. И там как раз рассказывается про различные виды манипуляций и различные виды психологических уловок. В принципе, все это также применяется и через сетевые коммуникации. Разница, опять же, в том, что сетевые коммуникации позволяют вам играть с анонимностью, то есть вы можете быть ноунейм, можете быть анонимным, можете создать виртуальную сущность, какую-то ложную сущность, можете симулировать целую дискуссию. Вот, это главный такой, хотел сказать, плюс, ну, главное свойство сетевых коммуникаций, возможность анонимности или возможность создания фейков. Вот, а так, в принципе, все остальное, ну, так, как было, есть и будет. Ну, и в офлайне тоже, естественно, фейками все занимались, все заниматься будут дальше, да, то есть представляться на тем, кто есть, там, подменять сущности, опять же, да, наряжаться, маскарад, устраивать. Вот. Значит, личный медиатулбокс это набор платформы инструментов, которые мы с вами тоже обязательно посмотрим. Я просто вижу по времени, что мы довольно уже плотно с вами общаемся, поэтому я сейчас чуть-чуть ускорюсь. Ну, на самом деле, принципы это ключевое, как мне кажется, в понимании факт-чекинга. Все остальное, это уже ваши наработки, как раз это вот та часть, которая относится к третьему блоку, да, то есть осведомленность, опыт, плюс техники, технологии, инструменты. Ну, в общем, по принципам, ну, все понятно, это тот же самый слайд, который просто суммирует все эти четыре принципа. Не верю, безбежен, вооружен, что было, то будет личный медиатулбокс. Схему Ласвелла я отсюда что-то не удалил, но это, опять же, если вам интересно, посмотрите, что такое Гарльт Ласвелл, таким образом объяснял принцип человеческих коммуникаций, да, социальных коммуникаций. То есть кто говорит, кому говорит, какому каналу, что говорит, и с каким эффектом. Ну, вот в каждом из блоков, соответственно, может быть фейк. Фейк может быть говорящим, фейковый может быть аудиторик, к которой обращаются, то есть какая-то псевдообщественность, да, которая апеллирует. Общественность возмутилась. Какая общественность возмутилась, черт его знает. Ну, уже требует что-нибудь закрыть. Вот, фейком может быть сам канал коммуникации, то есть сайт Fog News, это уже фейковый канал, и разбираться в контенте Fog News, заниматься его факт-чекингом, смысла нет, потому что там все фейк. Вот, фейком может быть отдельная единица контента, да, пункт 4, и фейком может быть обратная связь, когда платные тролли набегают к вам в комментарии, да, и начинают, соответственно, какую-то одну точку зрения отстаивать, создавая эффект массовости, создавая эффект, ну, какой-то общественного резонанса, да, то есть фейковой может быть даже реакцией, или митинг, например, может быть фейковым, да, согнали всех с плакатами, и, в общем, выглядит как будто, значит, кто-то возмущает. Вот, с миксер, ну, смотрите, во-первых, если анализировать, вот по этой схеме, какой-то проект, то, конечно, анализировать надо его полно, всем пяти пунктам, то есть с миксер анализируется так, да, кто говорит, соответственно, некие авторы, которые анонимны, мы их не знаем, то есть, условно, редакция с миксера, да, кому говорит, ну, там, широкая аудитория, и, опять же, нацеливание идет на журналистов, да, чтобы их ввести в заблуждение. Канал, соответственно, это и есть сайт с миксера, контент, это тот контент, который у них есть, и обратная связь, какую они получают, там, в виде комментариев, опять же, перепостов, и вот, когда на эти фейки кто-то клюет, это самая лучшая до них обратная связь, я думаю, что и затевалась. Вот, то есть, базово в первом пункте, конечно, сидит коммуникатор со своими намерениями, со своей мотивацией, и это самое важное. Самое важное в пункте 1 анализировать, кто и кому это выгодно, keep-rodes, да, ищите, кому выгодно. Как только вы поймете мотивы коммуникатора, для вас все остальное станет гораздо проще. На самом деле, понимание коммуникатора и понимание его мотивов снимает, ну, собственно, все остальные вопросы автоматически. Если это ненадежный источник, соответственно, вам дальше уже не нужно выяснять ничего. Вы уже понимаете, что это уже фейк, и вы уже понимаете, что информации достоверной вы оттуда не получите. Вот. Ну, пять способов проверить информацию, это на базе той статьи, которую я писал про факт-чекинг, там в конце будут ссылки на нее, поэтому очень быстро тоже пробежимся. Первые два принципа, это чисто журналистские принципы, классические, да, искать первоисточник информации или подтверждение из нескольких независимых источников. Конечно, должны быть очевидцы, ньюсмейкеры, то есть те, кто, так скажем, инициировал какое-то событие. Лучше, конечно, искать те, кто, ну, как бы по другую сторону баррикад, либо найти всех заинтересованных лиц, все стороны заинтересованные, понять, какие между ними отношения. Желательно, чтобы это были все-таки противоборствующие отношения, тогда вы сбалансируете картинку. Вот. И в этой ситуации тоже очень сложно иногда отделить источник от комментария, поскольку человек может выставлять себя источником, на самом деле, быть всего лишь комментатором, да еще и фейковым комментатором, да, то есть выдавать вам за достоверную информацию нечто другое. И тут, конечно, тоже много проблем, как это все определить. Вот. Но это, опять же, перекрестно только выясняется, да. Для этого существует принцип нескольких источников. Вот. И одушевленные, неодушевленные источники тоже важная штука. В последнее время очень много стало средств фиксации. Те же самые камеры уличные, те же самые камеры наблюдения в помещениях, видеорегистраторы. Это очень хорошие виды источников, только нужно быть уверенным, что не было никакого вмешательства, да, не было стерто что-то, не было смонтировано, не было инициировано какое-то, да, событие, которое вы потом видите на видео. А так, это очень хорошо. Средства фиксации помогают очень много решать проблем, в том числе с источниками. Вот. Значит, спросите противоположную сторону, опросите всех увлеченных, сопричастных, да, избегать эмоциональных оценок. Холодная голова, горячее сердце, чистые руки, это принцип, да, из другой области, как мы знаем, но он тоже здесь применим. Поэтому, вот, в общем, искать источники, искать противоположную сторону и составлять такой вот баланс интересов, баланс мнений. Опять же, понимая, у кого какой мотив, делиться той или иной информацией. Вот. Учиться распознавать фейки то, собственно, о чем мы говорим. Это, по сути, та часть, которая была до, да. Здесь вот только формула может быть такая красивая, что, собственно, бороться с непреднамеренными ошибками и развлечать манипуляции. То есть, с фейками, ошибками мы просто боремся в рамках дисциплины и правильной организации процесса. А с фейками и обманками мы боремся уже более активно. То есть, это, как правило, манипуляции чьи-то и, соответственно, вот на них надо, конечно, обращать более и стараться, собственно, людям показывать, где и как совершается обман. Вот. Значит, помните, важность, помните, точность важнее сенсации. Здесь баланс между скоростью и качеством очень хорошо иллюстрируется, например, технологией, которую у себя ввели в Медузе, то есть, издание Медуза придумало такую штуку, назвало ее Светофор, то есть, она сделала три достоверности информации, красный, желтый, зеленый. Ну и, соответственно, зеленым помечается надежный источник, желтым помечается требующий подтверждений, красным это уровень слухов, уровень, ну, какого-то шума, база, да, сетевых каких-то, значит, вбросов, может быть, даже. Здесь это очень хороший баланс скорости с достоверностью, то есть, чтобы не потерять время, пока громкое событие, да, имеет резонанс, можно публиковать, но пометить, что это еще пока все недостоверно. И таким образом, честное отношение к аудитории, честное отношение с своей читательской, и люди это ценят. Ну и, соответственно, конечно, вбросили слух, ну, так сказать, дело чести размотать эту историю до зеленого значка, все-таки поставить все точки на «д» и разобраться, где там чего был вброс, а где была правда. Вот. Поэтому, поскольку, ну, поскольку сейчас новости развиваются по принципу сюжетов, да, то есть, вот эта вот новостная структура, которая была в газетах, когда новость ограничена объемом полосы и всегда с задержкой в один день, сейчас этого нет, сейчас новости это такие потоки смысловые, поэтому можно, соответственно, и это нормально с пометками давать, в том числе и слухи, но потом, конечно, дорабатывать это до уровня, ну, как бы, внесли ясность, поставили точку. Вот такой уровень работы, мне кажется, сейчас должен быть у всех и таким образом люди оценят и вашу скорость и вашу достоверность. Значит, использовать социальные сети осторожно, но это все так говорят, да, но при этом все регулярно оттуда выхватывают какие-нибудь фейки дичайшие, ну, в общем, принципы те же, искать перекрестные свидетельства, искать цифровые следы, выявлять социальные связи, собственно, чем и хороши соцмедиа, соцсети, если действительно живой реальный человек и он действительно до этого как-то себя проявлял, то есть живые люди, которых можно спросить, знают ли они его, да, можно там найти его фотографии, можно соотнести это с тем, где он был, собственно, что он делал и так далее, и так далее. Вот. Значит, Ван Ифера, да, это, собственно, такое сообщество международных редакторов, тоже рекомендует определенные правила в проверке UGC, то есть user-generated content, то есть контента, созданного пользователями, то есть то контент, который, ну, непосредственно в социальных медиах, в соцсетях люди публикуют, ну, здесь некоторые советы у нас работают хуже, да, вот, например, там в третьем пункте, видите, там есть совсем неизвестные даже нам, кроме Линкдина, собственно, ресурсы и сети, но у нас есть зато свои, я потом попозже их покажу. Вот, опять же, все довольно стандартно, узнать вначале, когда была создана страница, посмотреть, что там написано в профиле, да, да, закроют, может быть, Линкдин, но опять же, тут надо понимать, что значит закроют, его заблокируют просто, ну, заблокируют к нему доступ, сам Линкдин-то никуда не денется, ну, вот, спасибо Роскомнадзору, благодаря нему, вот все участники Линкдина поставят себе ВПН, поставят себе Холу, Олу, ну, кто по-испански говорит, меня все время поправляют, поставят себе ZenMate или другой любой плагин, который будет просто эту блокировку обходить автоматом, ну, собственно, и все, чем все кончится, поэтому спасибо Роскомнадзору за просвещение, все скоро будем владеть инструментами обхода блокировок. Да, турборежим блокировки снимает, то есть трафик в начале проходит через сервер, ну, в данном случае, если турборежим Гугла или Оперы, да, и, соответственно, вам потом в облегченном варианте присылается, то есть у вас идет, по сути, переадресация, ну, да, в турборежиме можно сидеть, вообще не париться, вот, ну, просто турборежим тоже можно обойти, ну, точнее, заблокировать там, как-то хитрости есть какие-то, а вот, если вы уже плагин ставите, который ВПН подключает, то здесь уже вы вне всяких блокировок, то есть физически вы вообще как будто там на другом континенте находитесь, вот, значит, то есть логика такая, да, при проверке UGC контента начинать нужно не с контента, потому что, что вы проверяете, если он весь фейковый, начинать нужно с аккаунта, то есть проверили аккаунт, удостоверили, что есть такой человек, попробовали, соответственно, найти его в других соцсетях, попробовали с ним связаться, попробовали сверить все данные, которые в свободном доступе, ну, и, соответственно, такой профиль рисуется. А, UGC, User Generated Content, контент, созданный пользователями, то есть контент, созданный людьми в социальных сетях, в социальных медиа, да, это все их посты, это все их там фоточки, видео и так далее. Вот, то, что сами люди генерят. Значит, где посмотреть на качественный факт-чекинг? В России, ну, к сожалению, нигде, то есть вы можете, конечно, посмотреть, как работает там Медуза или как работает лапшеснималочная, но вы не поймете, как это все у них устроено, да, то есть вы можете только наблюдать за результатами труда. А как это внутри устроено, объясняется, да, и как, опять же, наладить работу, ну, вот на некоторых ресурсах англоязычных, пока только англоязычных. Вот есть еще верификацион хендбук, ее все должны вот перевести на русский язык. ИРП Сибирь, кстати, занималась этой темой, ну, вот когда-то, видимо, скоро, скоро, надеюсь, точнее, не когда-то, опубликую. И там действительно хорошая подборка рекомендаций, вот, опять же, разных редакторов и журналистов, как факт-чекать в той или иной ситуации те или иные сведения, факты. Ну, платформы, которые Storyful, да, факт-чек, корр, политфакт, это все, опять же, не про нашу повестку, но можно посмотреть, как это выглядит, может быть, у кого-то что-нибудь взыграет, кто-нибудь в итоге сделает что-нибудь похожее у нас, да, ну, опять же, это все время, деньги, ресурсы, мы все это понимаем. Значит, по поводу полезных материалов тоже потом сами посмотрите, это, что называется, первая часть, дальше можно чуть побыстрее идти, поскольку здесь следующий этап это ближе к медиа-тулбоксу к нашему, да, к набору инструментов, но также можно это отнести к осведомленности, то есть знать, где искать. Стратегии тактики, верификации информации, стратегии тактики, факт-чекинга можно, собственно, выразить, выделить такие, ну, во-первых, разные платформы и сети. В принципе, вы можете пользоваться любыми сетями, там, да, соцсетями своими, там, кругом своих знакомых, если они могут вам помочь. А можете, допустим, пойти на вот эту профессиональную сеть так-так-так, да, начиналось все там с юридической помощи, и потом появился модуль расследований. Там, соответственно, есть команды, вот, там, соответственно, есть уже готовые какие-то кейсы, да, которые вы можете посмотреть и пройти этот же путь логический, да, как размотать ту или иную ситуацию. Там причем очень много житейских историй, там, связанных, не знаю, с какими-то имущественными спорами и так далее, да, то есть это тоже такие, можно сказать, расследования, но это может быть полезно для каждого. Не говоря уже о том, что если это превратить в публикацию, соответственно, это будет уже достоянием гораздо большего числа людей. Вот, можно влиться в команду, можно инициировать расследование, можно почитать готовые расследования. Очень полезная, чтивый, полезный ресурс. Значит, вторая стратегия, собственно, спросить людей напрямую в англоязычном, да, скажем, сегменте это Куора, причем там ответить на вопрос может спокойно к вам прийти, там, Марк Цукерберг или Илон Маск, да, в России есть The Question, и там в The Question приходил отвечать там условно, там, не знаю, ну, по-моему, Ходорковский точно там был, но были еще какие-то тоже такие больше люди статусные, и которым есть что сказать, и опять же там можно поискать либо похожий вопрос, либо задать свой, я не готов сейчас сказать, как там работает принцип, по-моему, там есть просто лент, да, там вопрос, кто хочет отвечает, а есть еще курируемая редакция, то есть если редакция видит, что это интересный вопрос, то, соответственно, его вытащат в топ, и мало того, что вам ответят там самые интересные эксперты, самые интересные люди, то это еще и прочитают многие люди, то есть вы таким образом двух зайцев можете убить. Вот, в общем, спрашивать людей нужно везде, где вы можете спросить, просто если, допустим, ваш круг френдов, да, в ваших социальных сетях не так много людей, которые в теме, то, конечно, лучше идти на площадки, где люди собираются для того, чтобы отвечать на вопросы и, соответственно, искать вопрос-ответ. То же самое, кстати, форумы могут быть тематические, да, просто по вашей теме, по вашей проблеме, вы приходите также на форум, задаете, получаете. Но, опять же, тут нужно смотреть, кто вам ответил, да, то есть все равно верифицировать источник, верифицировать комментатора обязательно нужно и понимать, кто этот человек и почему он, с каким мотивом вам, опять же, ответил на этот вопрос. Значит, организовать экспертов, это вообще был уникальный, интересный опыт, когда еще были только первые дебаты между Трампом, соответственно, и Клинтон, вот это, по-моему, НПР, да, посадили нескольких редакторов профессиональных прямо на онлайн и, соответственно, они в онлайне проверяли или подвергали сомнению какие-то высказывания кандидатов. Причем технология там вот, она описана, но, опять же, на английском языке, насколько я помню, они сделали там такую хитрую штуку, они онлайн пропускали через Ютуб, в Ютубе там встроенная штучка есть ну, как бы титрами, да, автоматическими титрами, то есть это превращение сразу в текст, вот, и получалось так, что они вот этот текст очень быстро успевали обрабатывать, успевали к нему, значит, писать комментарии и, соответственно, как-то вот очень-очень хитро его быстро вывешивали, вот, ну, в общем, кому интересно, не поленитесь, прочитайте, но тут важен именно сам факт того, что если вам нужно провести факт-чекинг какого-то мероприятия, кандидата ли, или там выступление на пресс-конференции, да, вы можете просто взять и посадить нескольких редакторов, которые будут очень быстро проверять слова и высказывания человека, да, и тут же, там, может быть, даже в Твиттере или там в Фейсбуке просто отправлять комментарии со ссылками, что вот здесь он, допустим, врет, да, или вот здесь действительно так и было, а вот это обещание он сдержал, а вот это обещание он не сдержал или сдержать не может, потому что это противоречит тому, что он делал до этого и так далее, да, это очень классно, кстати, и действительно может создать такую прям параллельную реальность, вот, и когда, кстати, это сделали штуковину, даже появился термин не факт-чек, а реалити-чек, да, то есть проверка не фактов, а проверка реальности, то есть проверка реальности на лету, онлайн проверка, это, конечно, очень круто. Вот, значит, организовать экспертов, да, развивать свои связи, то есть использовать различные платформы, различные ресурсы. Ну, вот я рекомендую, например, всем хэкпэк, то, что сделал Джастин. Соответственно, там есть много русскоязычных и англоязычных журналистов, редакторов, совершенно разного профиля медийных людей. Со всего мира, и вы можете их искать там по ключевым словам, по интересам, опять же, следить за лентой новостей, какие-то там идеи появляются, в общем, довольно хорошая штука. Надкол, да, дорогой, если, опять же, вы не редакция, вы вряд ли его будете себе покупать, либо второй вариант, если у вас есть телефоны, которые могут представлять интерес для базы, я уж не помню, сколько там, 5 или 10, если вы загрузите, у вас тоже будет какое-то время там доступ, а может быть, постоянно будет доступ. Я, например, не загружал, у меня просто был доступ к этой системе, а как бы как-то еще можно точно туда влиться, по крайней мере, раньше точно можно было. Вот. Значит, сервис Deadline Media, это примерно то же самое, что PressFit. Deadline запустился недавно, у меня почему-то так не получилось там на нем зарегистрироваться, меня выкидывал просто через с Facebook, если я пытался залогиниться. А PressFit, да, отличное место, собственно, там можно искать экспертов, комментаторов, если вы журналист, наоборот, можете там вешать заявки, если вы эксперт, можете искать журналистов, которые пишут на вашу тему, и, соответственно, комментировать им. В общем, хорошая площадка, где встречаются те, кому нужно писать, и те, которые в теме. Значит, повышать осведомленность, вот это вот First Draft News, новое относительно объединение-платформы, они занимаются также вебинарами, образованием в области факт-чекинга, опять же, все, естественно, в английском языке. Вот. Там довольно представительная тусовка, если вы посмотрите, вот кто туда входит, в том числе там и Google, и Storyful, и много-много еще кого. Facebook, кстати, туда тоже влился, еще просто, видимо, их там не отметили. Вот. И сейчас это вообще модная тема. Google ввел, соответственно, галочку факт-чек. Facebook и Сухерберг постоянно заявляют, что мы боремся с фейками и также будем верифицировать новости. Хотя алгоритмами пока это очень плохо получается делать. В общем, тема очень живая, больная, она развивается. К сожалению, пока развивается в большей степени в англоязычном сегменте, но, опять же, мы можем не отставать, глядя на вот эти лучшие практики и, что называется, оттачивая собственные. Значит, уже ближе к таким технологиям, да, это вот, опять же, опыт Медузы проверить высказывания. То есть, вот, был некоторое время назад, еще где-то в марте 16-го года, я отсюда вижу по этому, по дате, эпизод, когда там депутат, значит, Носов, там что-то про Сталина, про ГУЛАГ, что-то такое сказал. Все дико возмутили, что вот он все наврал, и как же так можно, и это вот историческая память. Да, все понятно, эмоции, все здорово, но в этом смысле Медуза, хоть ее часто упрекают в каких-то, да, там, типа перевираниях и передергиваниях, с чем я, конечно, не согласен, но они поступили наиболее сдержанно. Они просто взяли всю, ну, как это, расшифровку, да, стенограммы его речи и просто прошлись с историческими источниками по его высказыванию. Ну, и получилось там, ну, там, не помню сейчас точно, там 85%, да, действительно, не соответствует действительности, но 15% это правда. Выглядело, конечно, как издевка, но, с другой стороны, это очень такой честный формат. Мы тут не эмоциями фонтанируем, а просто берем и проверяем это с тем, что уже подтверждено и что действительно является историческими источниками. Вот, значит, следующий вариант, тоже, опять же, рекомендуемый Медузой, уточнять перевод, когда, ну, опять же, есть какое-то противоборство либо просто по спешке, по незнанию, по глупости, да, как угодно, слова могут, ну, не совсем соответствовать их эквиваленту иностранному. И тогда, соответственно, возникают искажения. Ну, в данном случае искажение было, судя по всему, умышленное, да, поэтому вот эта перепроверка, она, естественно, дает, ну, совсем другой эффект от новости, да, то есть если вы действительно качественно сделаете еще раз перевод, содержание новости может очень сильно поменяться, да. Ну, собственно, как я говорил, фейки, они не всегда уж прям совсем искажают реальность, достаточно просто исказить там, не знаю, один эпитет, это у вас уже, у вас уже там не злобный, да, а какой-нибудь там, значит, зловещий там, да, и не хитрый, а мудрый. Вот, собственно, и все. Одного словечка достаточно, чтобы поменять суть высказывания. Вот, то есть уточнять перевод это тоже хорошая стратегия. В этом смысле, опять же, лапши снималочная, да, те самые Noodle Remover News, Алексей Ковалев, да, у него хороший опыт, опять же, понимания структуры, он до этого сам работал в Рео-Новостях и на СМИ, и, понятное дело, он, в общем-то, тоже не понаслышке знаком с этими технологиями, но сейчас он, скажем так, на стороне добра разоблачает разные виды пропаганд, причем не только российской, а в том числе и западной, да, и как это происходит в разных странах и в разных медиасистемах, да, как фейки легализуются, как обманываются либо обманывают разные медиа, вот, очень интересные, у него кейсы, очень интересные примеры. Очень рекомендую, не так часто, тем более, выходят издания, вот, есть что посмотреть. Да, вот вижу пропагандисты, это англичные сайты, так и есть, и сайты создают, и покупают какие-то сайты, сателлиты, и вот эти эксперты хваленые, да, которые на, собственно, на иностранном языке говорят, и нашего типичного зрителя создается впечатление, что это вот какой-то прям, значит, гуру там, ну, и видно, что иностранец, а ему-то что уж, типа враг-то, да, хотя, может быть, на местах это какие-то совсем полные маргиналы, ну, тоже такие, да, используются варианты, естественно, это вообще как бы на ура идет, собрать пул лояльных экспертов, и, соответственно, их везде прокручивать, прокручивать, создается эффект, как бы, вроде и, как бы, плюрализма, да, то есть всем дали слово, но на самом деле в такой компании, ну, собственно, голос разума будет затоптан, забит, я сковернен, да, ну, как вот несчастный Майкл Бом ходит по всем каналам, я не знаю, на хорошей зарплате, что ли, там, либо действительно искренне хочет что-то донести, но он всегда выглядит, конечно, как мешок для бития, на нем все отрываются, там, перекрикивают его, там, значит, затыкают и прочее, ну, вот, такой вот, значит, представитель демократической общественности у нас получается, вот, хотя лично ничего не имею, я даже, честно говоря, о нем ничего и не знаю, ну, вот как-то очень странно, он всегда выглядит, и на всех каналах, как не включишь что-нибудь везде, значит, он выступает экспертом, значит, ресурсы разные, на которых, опять же, можно посмотреть, сам ресурс, честно сказать, в момент вот этого противоборства информационного в связи с событиями на Украине, да, возник, поэтому, наверное, конечно, читать, что там пишут, не стоит, просто потому, что там тоже довольно много пропаганды, но вот раздел инструменты, мне очень понравился у них, там их не так много инструментов и статей, да, про то, что можно делать, но все довольно толково, и, естественно, ну, как бы инструмент это и есть инструмент, топор, он и есть топор, он нехороший, поэтому вот набрать себе в тулбокс инструментов оттуда вполне возможно. Значит, есть еще, мне очень нравится такой формат у Т-Джурнала, издание, да, такого молодежного, нового, собственно, они обзоры фейков разные проводят, и если вы вот этим хэштегом, да, в поиске просто наберете фейк, даже можно без вот решеточки, у вас будет подборка всех громких случаев таких медийных за последнее время. то есть для того, чтобы держать нос поля, ты, опять же, свою осведомленность поддерживать, это более чем достаточно, ребята очень хорошо работают, они мимо громких скандалов не проходят. Вот, полезные материалы, опять же, да, вообще снималочные, та же самая публикация, фактчекинг, еще вот на пресс-фиде есть памятка по фактчекингу, опять же, сразу предупреждаю, это такой американский стандарт, там по 10 раз вам будет предложено переспросить имя, перезвонить, связаться по всем каналам, конечно, в реальности такой фактчек, ну, это какая-то каторга, нереально, да, нет ни у кого столько времени на один материал, тем более у нас, сейчас в российских реалиях, да, где зарплаты совсем другие. Вот, поэтому, конечно, да, смотришь и так завидуешь, что люди могут тебе позволить столько времени потратить на один материал. О, значит, ну, сборники, соответственно, посмотрите, тоже дико рекомендую, особенно по диджитал-агрессии, там вы, кстати, найдете тексты пранкера Вавана, он объясняет, что он делает и зачем он это делает. Это как минимум стоит посмотреть, абсолютно серьезно. Вот, и, ну, это вы потом, опять же, посмотрите, если кому-то надо будет там подписаться, еще что-то, ну, еще раз говорю, медиатулбокс, найдете и в фейсбуке, и в телеграме, кому надо, найдете наш блог, это абсолютно не проблема. Вот, а моя презентация, опять же, там в ссылках тоже есть, даже прямые ссылки. Вот, последний блок, быстренько прям пробежим, сейчас постараюсь минут 15 уложиться. Значит, что такое медиатулбокс? Да, набор наших инструментов, которыми мы пользуемся уже, да, то есть мы от общих принципов к стратегиям и тактикам и заканчиваем инструментами, уже вот ручками, как делать. Вот, браляется фото, например, по Гуглу, то есть в Гугл обычный, вот, заходите, нажимаете там, где картинки, нажимаете там на значок фотоаппарата, и там вам предлагается либо загрузить фотку, либо вставить ссылку. Таким образом, если вы где-то уже видели фотографию, и у вас есть сомнения, что она первый раз появилась, и что она вообще оригинальная, вы просто вбиваете в Гугл и смотрите, где она до этого встречалась или нет. Вот, причем Гугл у него такой уже умный поиск, там нейросети подключились уже к этому делу, даже если она там немного отредактирована или откадрирована иначе, он, скорее всего, найдет этот оригинал. Более того, он вам еще предложит похожие фотографии, и, соответственно, вы в похожих, возможно, найдете там того же человека или ту же ситуацию. Вот, обратный поиск это обычно отличается тем, что в обычном поиске вы вводите, допустим, поиск по картинкам, там, рыжий кот, и вам вываливается 150 миллионов фотографий рыжего кота. А здесь вы берете фотографию рыжего кота, которая у вас, допустим, загружена или вам прислали, да, либо вы находите на каком-то сайте эту фотографию кота, и у вас сомнения, да, вам хочется понять, эта фотография уже была где-то, засветилась, или она действительно оригинальна, и вставляете либо ссылку, либо загружаете свою фотку в Гугл, и нажимаете искать. И Гугл ищет по картинке, то есть он ищет не по слову, а он ищет по картинке соответствия, таким образом вы можете выстроить и понять, да, вообще эта фотография, она свежая, не свежая, есть ли аналоги, нет аналогов, и так далее. Вот. Дальше, следующий совет от проверки по методате, это не так просто, это, ну, немножко нужно погрузиться в это, это вот, собственно, данные, которые в свойствах фотографий содержатся, ну, опытные фейкмейкеры, конечно, их удаляют, и более того, даже, ну, собственно, фальсифицируют, да, там, место съемки, время съемки, когда отредактировано, и так далее. Вот. Но если не удалять эти методанные, нет, в соцсетях не, не сохраняются, поэтому я и говорю, что методанные из соцсетей вы не вытащите, а вполне может сохраниться где-нибудь на сайте, каком-то там, не знаю, на WordPress, да, человек закачал туда фотку, насколько я помню, методанные где-то сохраняются, где-то нет. Ну, вот соцсети их отрезают, конечно. Во-первых, они их пережимают, эти фотки, и вы уже эти данные точно потеряете. А вот в другом виде можно попробовать поковыряться в этом. Вот. Опять же, искатель для обработки. Мне понравился лайфхак на максимальной контрастности. Если выкрутить там докислотных цветов на максимум, если где-то были применены там ластики, вот эти сглаживания все и так далее, вы увидите просто пятнышки. Вот. Это невозможно скрыть. Вот. Потом смотреть, как предметы отбрасывают тени, в какие стороны, где цветовые переходы сомнительные, пропорции, искажения пространственные. И вот мне очень понравился лайфхак, такое тоже, значит, отражение в глазах. Так, если фотка, ну, большая, такого, высокого качества, высокого разрешения, можно попробовать прямо приблизить объекты, если, ну, соответственно, живые люди, и посмотреть, как у них в глазах отражаются ли объекты, и, опять же, уровень интенсивности освещения. То есть, если это приклеенный человек, у него совершенно по-другому будет отыгрывать. Ну, это, опять же, как очень косвенный фактор, но он тоже работает. Вот. Поэтому вот такие детали технические могут послужить вам службой. Вот. И, соответственно, опять же, что? Верифицировать автора, да, выяснить, есть ли такой автор, кто это. Если локация есть, посмотреть на Google Maps. Опять же, если это фотография какого-то объекта, вы прямо на Google Maps можете туда загрузить, посмотреть, Google поищет соответствие. Время и место. Если вы точно знаете дату, время съемки, есть тоже куча сервисов, которые показывают, какая была погода, в какое время, в каком месте, да, и вы можете, например, соотнести. Если вам говорят, что это было сделано вчера вот там-то, там-то, и там светит солнце, да, вы заходите на сайт погоды, а там однозначно показано, что в то время там лил дождь, вот, пожалуйста, вы поймали несоответствие. Ну, то есть, такие детективные штуки уже начинаются. Тут уже профессиональное чутье, должно работать, и опыт, но даже набор вот таких простых правил, которые можно пройти в чек-лист, вполне могут облегчить вашу работу и дать вам дополнительные источники анализа. Значит, видео примерно так же и проверяется, то есть, либо вы по ключевым словам и сортировке по дате, что, конечно, дает, ну, только в общем самом представлении о том, когда появилось первое видео такое, да, загружено, то есть вы какое-то видео просто сортируете по дате появления и смотрите, когда первый раз оно появилось. Вот, это максимум, да, что можно вытащить. А дальше, вот, опять же, превращаете в картинку, так правило, вот эта картинка, тамбнейл, да, картинка, как бы, обложка, да, она присваивается в углом автоматически, и, соответственно, если где-то это уже проскакивало, ну, значит, вы это найдете по картинкам. Либо вручную делаете скриншоты и, опять же, надеетесь на умные механизмы Гугла, если он где-то найдет соответствие и найдет какую-то связь между картинкой и другим фото, да. Ну, то есть, например, если вы верифицируете какое-то место, да, там, допустим, понять, происходило это, там, не знаю, 10 лет назад в Ираке или это сейчас происходит в Сирии, да, или это в Подмосковье, или это, там, в Костромской губернии, да, то есть, вот таким образом можно попробовать поискать. Опять же, через Google Maps в том числе. Вот. Ну, и дальше, опять же, те же правила, что для фото, следы обработки, склейки, верификация автора, локация, время, место, обстоятельства. В видео, естественно, больше видны всякие разные манипуляции, ну, и, соответственно, опять же, ну, все зависит от профессионализма, да, того, кто это все делал. Вот. По поводу, значит, рекомендаций Recreation Handbook, тоже такая краткая вытяжка, что они рекомендуют по фото, видео, установить источник, да, то есть, они говорят, вначале ищите источник, от него отталкивайтесь, потом его верифицируете, то есть, подтверждаете место, дату, время съемки, и, соответственно, удостоверяетесь, что реальное изображение соответствует ситуации его применения. То есть, вот такой был случай, когда фото, на самом деле, существующее, да, здесь нет никакого фотошопа, монтажа и так далее, фото аутентичное, действительно реальное, только оно в другой день снято. И это фото разошлось по Твиттеру, его там перепечатали, там, CNN, NBC, какие-то крупные тоже агентства западные, у нас оно тоже проскакивало, типа, вот такие, значит, даже враган Сэнди, дублестные солдаты стоят на страже, значит, памяти там, да, и да, все было бы круто, только фотка, ну, в другое время была сделана. Ну, и потом это вскрылось тоже довольно случайно, кто-то тоже копался там в метод данных, также загнал в Google и нашел эту фотку, собственно, от другого дня, и, ну, в общем, подтвердилось, что фото было сделано раньше и уже было даже опубликовано где-то. Вот, то есть, вот такая простая проверка помогла, собственно, выявить этот фейк, который, скорее всего, был, ну, так, по фану кем-то запущен, либо действительно какой-то ярый патриот, значит, пошел на такой подлог, просто чтобы, опять же, творчески проиллюстрировать свое, значит, отношение к этому, да, ну, то есть, часто, как я и говорю, факт-чекинг – это обратный антагонист красивому сторителлингу, красивому рассказыванию истории, поэтому вот человек хотел историю красивую сделать, вот у него получилось, но только к фактам это не имеет никакого отношения, вот, значит, дальше, про что забывается часто, нужно спрашивать поисковики, ну, здесь на примере Яндекса, потому что у Гугла инструментов еще больше, достаточно просто нажать на вкладку инструменты Google, и вывалится огромное количество полезных всяких штук, которые надо вручную просто самому попробовать, вот, у Яндекса есть расширенный поиск, да, тоже там очень много настроек, есть, кстати, поиск людей, аккаунтов в соцсетях, тоже много фильтров там по возрасту, по городу, там, по куче параметров, по разным соцсетям, тоже уискать довольно удобно можно, карты, на картах, опять же, да, разные объекты, и, ну, в основном, конечно, официальные, да, или какие-то бизнес-объекты, ну, и вот, опять же, по справочнику, это справочник юридических лиц, по сути, да, то есть, опять же, привязаны к карте, вот, ну, и у Гугла свои, там тоже можно, много интересного найти, потом вот про социологию и метрики очень быстро, счетчики, соответственно, это на вашей стороне, анализ сайтов, конкурентов, либо заглянуть немножечко в трафик других людей, это вот типа Alexa.com и SimilarWeb, Alexa сейчас какой-то уже более устаревший инструмент, все, конечно, угорают по Similar, единственное, конечно, он перевирает довольно часто некоторые параметры, но он очень хорошо работает в относительных показателях, то есть, если вам надо сравнить два ресурса, понять у кого больше, у кого меньше чего, то, соответственно, даже если он и врет, то врет одинаково по отношению к обоим, да, и вы можете посмотреть примерно соотношение там трафика, посещаемости, откуда трафик берут, ну и так далее, откуда перешли, откуда ушли пользователи, обязательно посмотрите, если не играли с SimilarWeb, это классная штука. Вот, технический анализ сайтов, да, вот эти PRC, ToIP, я, например, ToIP всегда использую, когда хочу посмотреть, на каком движке сделан сайт, да, там он просто смотрит, анализирует типичные куски кода, ну, соответственно, у WordPress свои куски, у Drupal свои куски, у 1S свои куски, у ModX свои куски, вот, и если это не самописный сайт, вы всегда можете понять, какая система управления контентом там стоит, да, ну, тоже такая информация, может быть, иногда полезна. Вот, узнать IP SpeedTester, не уверен, что сейчас и все сработает, и он работает, опять же, очень, ну, так, кривенько, вот, и есть у меня, соответственно, целая там презентация про социологию и метрики уже более глубоко, собственно, там, где брать данные ТНС, если вы медианалитикой занимаетесь, да, там, ТНС на сайте выкладывают регулярно, в том числе, данные по интернету, по телеку, по радио, по печатке, вот, медиалогия делает постоянно такие обзоры, в общем, самых популярных медиа, самых популярных ньюсмейкеров и так далее, то есть из этого можно много информации доставать, на самом деле, вот, и это, ну, как бы презентации можете найти. Значит, мониторинг соцмедиа, медиатренды выявляются баз суммой, медиаметриксом, сейчас еще есть LiveDune для блогов, есть еще бренд аналитикса, раздел тоже медиа аналитика, недавно нашел, так случайно бродил, есть Social Blade для Ютуба, для, по-моему, там, Инстаграма, еще что-то он меряет, вот, то есть на самом деле много таких всяких разных ресурсов, которые помогают, там, посчитать, посмотреть, кто на пике популярности, какие темы на пике популярности, что сейчас заходит, что не заходит, много, много всего, вот, потом, ну, управление репутацией, так как, по крайней мере, себя заявляли, да, вот эта система Крибрум, ну, то же самое, она вначале мониторит инфополи, потом присваивает, соответственно, плюс-минус нейтральной, да, публикации, вот, бесплатные, ну, что бесплатные, бесплатные, сейчас скажу, Social Bakers, можете просто смотреть по общим, да, тенденциям, он там, условно-бесплатный, да, Bassumo, несколько запросов можно делать бесплатно, Media Metrics, весь бесплатный, вы там смотрите просто, что популярно в российских соцсетях, но нужно помнить, что там есть некие ограничения, ну, там просто даже лично, собственно, Клименко, да, сказал, что там не будет никогда Медузы, да, в моем Media Metrics, ну, вот, поэтому тут про объективность, как бы вопрос открытый, но тренды, в принципе, общий, в общем и целом, он отражает нормально, да, ну, то есть, на него можно ориентироваться вполне себе. вот, из мониторинга соцсетей, соцмедиа, вот здесь еще есть такой, ну, не здесь, есть ресурс такой бабки, ну, он пишется как-то, может, как-то я сейчас попробую написать, бабки, вот как-то так, не знаю, точка руля, точка ком, вот, попробуйте его, ну, в общем, там есть какой-то пакет бесплатный для мониторинга, там, может быть, одного-двух слов, одного-двух понятий, там, на определенном ограниченном количестве упоминаний или источников, вот, ну, то есть, попробовать это все можно, эти вещи, да-да-да, вот бабки.ру, вот можете тоже попробовать, опять же, лишним не будет, да, хотя бы просто владение этим инструментом, ну, и понятно, что вот эти бренд споттер, Юскана, Кюбас, Бэр Аналитикс, собственно, ну, Бренд Аналитикс, кстати, вот там у них есть, вот этот вот, анализ медиатрендов, тоже найдите обязательно эту вкладку, там, посмотрите, что сейчас самое популярное в Инстаграме, я, я, я чуть-чуть был... до Максим пропал, я думаю, что сейчас он восстановится, может быть, из интернета, шеф, все пропало, так, сейчас выясним, все пропало, все пропало, я думаю, что вебинар вот еще минут 5-10 максимально, там, мне кажется, уже Максим практически все договорил, так, ну что, давайте сейчас, я ему написал, может быть, сейчас там просто проблемы с интернетом, так, а давайте, он пока скопирует ссылку, так, сейчас, на мероприятии в Фейсбуке, возможно, там, если у вас будут какие-то вопросы, можете задать там, и я думаю, что, или Максим, или я ответим. Спасибо. Спасибо. Так. Давайте сейчас подождем еще минутку. Спасибо. Аудио вебинара. Ольга, ну, мы выкладываем видео вообще, просто видео будет позже, так что полная видеозапись будет. Так, ну что, Максим вроде подключается, просто какая-то проблема была с интернетом. Ну понятно, что ты здесь, ты попробуй тогда без камеры, может быть, быстрее будет, и просто включи микрофон, и там, я думаю, что чуть-чуть осталось говорить. Пока что я не слышу. Так, кто-нибудь слышит? Нет. Кто-то да, кто-то нет. Интересно. Я, например, не слышу. Давайте сейчас еще подождем чуть-чуть. Да. Меня-то понятно, что слышно. Вот, Максим. Вот сейчас не слышно? Вот, отлично, теперь слышно, да. Отлично. Ну все, в общем, не так много слайдов осталось, буквально там десяток из них информативных, там штук восемь. Значит, очень мне нравится блок про выяснение о человеке, всяких разных данных. Наше государство вполне себе прогрессивно в этом направлении, это действительно так, у нас не самый плохой уровень электронных госуслуг, и ведомство, в общем, вполне себе цифровизуется, поэтому в базе данных МВД вполне можно поискать, да, кого разыскивают, можно искать по линии Интерпол, особенно если это какие-то жулики такие про международного масштаба. В миграционной службе можно проверить подлинность паспорта, ну, например, у вас какой-то контрагент или вам человек там, не знаю, расписку пишет, вы можете проверить, вообще есть такой паспорт в базе, или это фейк. Это довольно мощный инструмент проверки, ну, и, соответственно, разрешение на работу, лицензия для удовольствия, разрешение на въезд, если это иностранные граждане, тоже вполне себе полезный инструмент. Потом на сайте госавтоинспекции очень круто можно проверять, да, соответственно, штрафы автомобилю удостоверения, но нужно знать, конечно, номера удостоверения, то есть все параметры у вас должны быть базово. Вот. И еще есть портал Автокод. Я не подскажу сейчас, как он точно ищется, но погуглите вот Автокод. Там вообще шикарная штука перед покупкой автомобиля. Если у вас есть ВИН-код, соответственно, автомобиля, вы можете посмотреть, где и когда он был застрахован и в какие аварии попадал. Вот. Я вот, например, свою машину когда там просматривал, покупал ее, собственно, уже в БУ, узнал про нее много интересного. Вот. Очень полезная штука. Можете прямо вот использовать, опять же, в личных целях, если кто-то автомобили покупает, собственно, БУшные. Значит, Федеральная налоговая служба позволяет ИНН узнать, да, при наличии паспортных данных. Это, кстати, тоже такая довольно полезная штуковина базовая. Потом, соответственно, есть автокод. Ну, сайт такой. Прямо вот забейте его, автокод, и он должен, по идее, вас там вывести на какой-то сайтец. Ну, может быть, кто-нибудь сейчас нагуглит его и кинет ссылку вообще. Я сейчас слазал, конечно, но просто не хочу закрывать презентацию. Вот. Ну, кто-нибудь найдите, киньте ссылочку прямую. Значит, очень здорово работает Федеральная служба судебных приставов. Соответственно, если у кого-то есть долги или он в розыске, вы его найдете, значит, в базе. Есть колоссальная работа, проделанная в Минобороны, ОБД, Объединенный баз данных, Мемориал. Там, соответственно, все погибшие и пропавшие без вести начинаются с времен Второй мировой войны, да, то есть, включая текущие, соответственно, там, боевые действия. Ну, не знаю насчет Сирии, конечно, но там вот Афганистан, Чечня там также присутствуют. Вот. Опять же, можно посмотреть на сайте программы «Жди меня». Как ни странно, они накопили довольно большую базу. Там люди ищут друг друга, да, загружают фотографии. И вполне возможно, что не вы один ищите какого-то человека. Ну, вот, опять же, часто детективы пользуются даже вот этими базами. Вот. И социальные сети, генеалогические, семейные, типа MyHeritage, FamilySpace, Genicom, их много, да, то есть, как бы, можете посмотреть по самым крупным, опять же, можно найти что-то о человеке, может быть, его аккаунт, и так далее. Вот. Ну, база данных, адресов, телефонов. Раньше был такой сайт номер.орг. Я не знаю, существует он сейчас или нет. Попробуйте, он сейчас откроется или нет. Там довольно старая база была, опять же, нескольких городов. Ну, кому это сейчас нужно, по большому счету, большинство людей даже не закрывают там в профилях своих, да, социальных сетей какие-то контакты. Вот. Ну, да, номер.орг.ком, ну, это зеркало какое-то уже от этого сайта. Вот, значит, сейчас, следующий слайд, что-то не грузится. Вот, анализ хостдеятельности на сайте ФНС, Федеральной налоговой службы, выписку EGRU при определенных условиях даже бесплатно можно получить, плюс куча сервисов, которые там за небольшие деньги вам выписку на любого, да, приготовят. Ну, и, соответственно, по EGRIP, соответственно, по этим самым индивидуальным предпринимателям тоже есть отдельные этот самый ну, сайт-портал, собственно, вы можете оттуда тоже посмотреть. Вот. Более профессиональная, дорогая система Spark, там, соответственно, вся хозяйственная деятельность компании, в том числе отчетность, и можно еще, опять же, хозяйственную активность проследить по мониторингу публикаций, ну, по какой-то компании, да, там через Яндекс.Новости открытые базы Интегрума медиалогии Паблик.Ру, медиалогия Интегрум вас не пустит далеко, а вот Паблик.Ру даст вам заголовки все, ну, то есть, если вам, опять же, не жалко время, жалко денег, можете на Паблик.Ру забить, соответственно, какое-то ключевое слово, там, название компании или, там, чью-то персоналию, найти все публикации, которые были, и потом в ручном режиме их искать, соответственно, по сайтам, там, по Яндексу и так далее. Вот, то есть, база, по сути, у вас будет выгружена, но у вас не будет полнотекстового доступа. И здесь вот еще нет такого ресурса, но я его иногда тоже пользуюсь иногда. Контер-фокус там условно-бесплатно, то есть, если вы хотите, например, посмотреть что-то по какому-то юридическому лицу, вам вначале дадут какие-то данные, где будут, так, значит, зачерчены основные, самые важные, интересные сведения, но если вы, собственно, отгрузите свой телефон, они вам вот одну выгрузку, да, или там, в течение какой-то сессии дадут несколько даже раз поискать бесплатно, но потом, естественно, позвонят, предложат купить эту систему и так далее. Вот, ну, то есть, понимаете, если вам нужно единовременно что-то, вполне себе можно пользоваться. Да, вот, фокус, контур, отличная система, кстати. Вот, значит, сейчас, секунду, да, ну, не забываем так же, FindFace, вообще гроза просто соцсетей стал, он ориентируется пока только по ВКонтакте, еще они обещали одноклассники перевинтить, но, может быть, просто уже задор и пыл схлынули, поэтому, наверное, не будут уже они там дальше создатели это развивать, но, само по себе, FindFace продолжает работать, то есть, любую фотографию человека вы можете туда загнать и если, опять же, в соцсетях, точнее, в ВКонтакте у человека есть профиль и у него довольно много фотографий собственного лица с разных ракурсов, то система найдет его либо найдет несколько совпадений и с большой вероятностью, практически стопроцентный, один из аккаунтов будет принадлежать тому, собственно, кого вы ищете. Вот, это довольно мощная штука, плюс не надо забывать Авито, на Авито вешают объявления разные люди, на Авито можно найти по объявлению, соответственно, по имени, ну, фамилии редко, конечно, пишут, можно, соответственно, выяснить телефон, либо, наоборот, если вы знаете телефон, не знаете, что за человек, можете попробовать пробить, значит, по телефону, да, поискать, объявление на Авито вам какое-нибудь выскочит, вот, и то же самое Headhunter или другой любой сервис работы, Job.ru, Superjob, работа.ru, если человек в открытом доступе резюме повесил, ну, это вообще сказка и подарок, соответственно, он там все про себя сам рассказывает. Вот, и ресурсы-агрегаторы, поисковиков по сайтам знакомств, да, нет, похоже, пока нет, ну, и тем более, у сайта знакомые другие цели, ну, если вы слышали, Adult Friend Finder, по-моему, не так давно опять взламывали, и что-то вот такое вот опять там было скандальное, и до этого тоже был сайт там супружеских измен, которые взламывали, и данные попали в сеть, и там было много даже самоубийств, драм, и прочее, прочее, вот, то есть время от времени утечки сливы происходит. Опять же, если вы наберете в поиске вот такое словосочетание «база негодяев», сейчас, вы найдете публикацию на The Insider, я не помню просто, как он пишется, The Ins как-то, что ли, вот, там увидите интересную статью про то, что не так давно в сеть утекла база на 20 миллионов человек, там находятся все, у кого когда-либо были какие-то проблемы с банками, то есть это банковская какая-то внутренняя база, скорее всего, в ходе вот этих многочисленных ликвидаций банков, ну, кто-то слил, там, задешево, соответственно, торговцам, базами, и вот эта база теперь гуляет. Вот, она гуляет наряду с другой базой, вот это, конечно, по всем параметрам защиты персональных данных полное безобразие, база больных, соответственно, с ПИДом, и тех, кто стоит на учете в наркологии, вот, то есть вот такая база способна испортить очень сильно жизнь, вот, да, база мошенников, ну и так далее. Ну, то есть, как бы не было цели запихнуть в одну презентацию все-все-все базы, которые я знаю, да, но, естественно, базы совершенно разные есть, они под разные цели существуют, нужно просто поискать, и опять же, если не знаете, спросите, чаще всего вам помогут, опять же, люди там на форумах, либо в каких-то других местах, кто лучше в этих базах ориентируется. Вот, значит, что еще, что еще у нас из темы этой, да, вот глобальная информация, мне очень нравится Data Catalogs.org, информация о разных государствах, то же самое Investigative Dashboard.org, только о компаниях, ну, честно говоря, я ими особо не пользовался, я просто их взял на карандаш, когда тоже делал какой-то очередной обзор, я пользовался очень крутой базой ЦРУ, заходите вот в ЦРУ сайт, находите World Factbook, и там совершенно фантастические цифры по разным государствам, там, численность армии, да, протяженность электросетей, то есть, ту информацию, которую даже в государствах засекречивают, ЦРУ, так, в общем, без напряжения выкладывает в свободном доступе, поэтому, если вам нужно что-то по поводу государств, каких-то, какую-то фактуру поднять, смело шагайте туда, найдете там много интересного, и даже удивительного. Вот, ну и на сайте ООН, понятно, очень много разных нормативных правовых актов, международных, там, значит, связанных с здоровьем, значит, людей, с экологией, прочими такими вот правильными, миролюбимыми вещами, вот, ну и вообще там огромная база документов, там, начиная с, там, начало 20-го века, насколько я помню, там чуть ли не все нормативные правовые акты содержатся. Вот, опять же, вопрос языка только. Значит, сообщество расследователей, это, опять же, вот не наше, да, getzedata.org, хэкпэк, я, как уже говорил, можно тоже использовать для консолидирования каких-то своих, значит, расследовательских и любых других журналистских активностей. Как рассказать историю? Это, как бы, набор инструментов и советов, опять же, по сторителлингу, по тому, как правильно, да, компоновать, формулировать информацию, ну, естественно, там тоже есть всякие поисковые штучки. Вот, и журналистика данных, довольно интересная тоже, соответственно, справочная-попомогательная штуковина, вот, data-driven journalism, соответственно, помогает вам разобраться с, данными, ну, как цифры превращают в факты, да, это очень тоже важный навык в современности, уметь интерпретировать циферки, чтобы они превращались в факты, интересные какие-то инсайты, из них можно было вытаскивать. Вот, гражданский учет и контроль обязательно тоже нужно смотреть, то есть, группа проектов фонда с борьбой с коррупцией, да, условно Навального и его команды, и вот есть сервис, например, госзатраты, его делает Истут Кудрина, да, ну, то есть это, скажем так, когда лояльные государства, структура тоже эту повестку мониторинга берет. Ну, и, кстати, ОНФ, да, Объединенный народный фронт, также занимается довольно активно низовой коррупцией, у них тоже могут быть какие-то данные, и на этом уровне они вполне себе тоже могут послужить полезной службе, вот, есть разные, да, формы баз и отношений, соответственно, с этими базами, в зависимости от того, насколько вам нужна та или иная аудитория. Вот, вот этот Dark Web обход блокировок, это тоже, опять же, выжимка, ну, точнее, не выжимка, это вот в конце рекомендации к той статье, которую я тоже писал по поводу Dark Web, объяснял, что это такое и что там вообще происходит, соответственно, можно почитать о Dark Web, да, опять же, англоязычный, к сожалению, только ресурсы, есть браузер Tor, да, который помогает, собственно, вот в этой сети Tor перемещаться, но надо забывать, что Dark Web это не только Tor, это и другие сети надинтернетные, скажем так, вот, и это то IP, соответственно, и есть еще там другие сети, ну, в общем, Википедия вам в помощь, там много чего на эту тему можно на рынке почитать, вот, значит, каталог сайтов, да, каталог сайтов как бы вики для сайтов в Tor, поисковики внутри Tor, сервисы для выхода в Tor из веб, это Tor to Web, но он, немножко криво работает, но работает, ну и так далее, да, и вот плагин для обхода блокировок, ZenMate, и вот этот Ola, Hola, тоже, опять же, рекомендую частным порядком, да, себе там прикрутить к браузеру, не всегда срабатывает турборежим, или опять же, если вам нужно четко переключить регион присутствия, то, соответственно, можете поставить себе Hola и забыть вообще про это, вот, ну, то есть, если вы, например, хотите пользоваться Spotify, или каким-то там, не знаю, Hulu, да, или там, не знаю, Netflix, то вас из России не пустят, ставите, соответственно, регион присутствия США, там, или какую-то другую европейскую страну, и спокойненько заходите, вот, то же самое у меня было, кстати, где-то за границей, мне надо было послушать что-то с Яндекса, там, на Яндекс.Музыке, меня из-за границы не пустало, я поставил, собственно, Hulu, врубил, как будто я в Россию, и спокойненько ходил по сайтам, как будто я из России к ним обращаюсь, вот, да, вот интересно у Натальи здесь, да, вот в Испании с ВКонтакте не дают слушать музыку, но вот поставьте себе Олу, и поставьте регион России, и будете слушать из Испании совершенно спокойно, вот, и, собственно, вот тема финансирования, вот, к сожалению, вот этот ресурс Beacon Reader неофициально, или уже даже официально, все давно, давно грозились его закрыть, не уверен, что сейчас он уже даже функционирует, я эту, конечно, ссылку все равно оставляю, как напоминание о том, что эти попытки были, есть, и, наверное, надеюсь, будут, то есть это именно был проект платформы для сбора денег именно под журналистские проекты, под журналистские расследования, вот, а так, в принципе, краудфандинг для всех, что называется, есть Boomstarter, да, российский, есть Planet.ru российская, есть Kickstarter американский, ну, опять же, туда из России не загистрируется, есть Indiegogo, в принципе, на нем можно зарегистрироваться тоже из России, он открыт вполне себе для регистрации, вот, то есть, можно, опять же, смотреть, что происходит там, да, кто там ищет деньги, как ищет деньги, опять же, можно на свои проекты пытаться что-то собирать, вот, то есть, это, это как бы дополнительный такой источник знаний о том или ином проекту, человеке и так далее, да, ну, все, полезные материалы, да, то есть, я здесь даю ссылку на еще источник ведения, настоящий учебник по источнику ведению, просто потому, что там очень много инструментов и таких приемов, которые используют профессиональные историки, и, может быть, в быту они не нужны, но для журналистов или для исследователей они вполне себе могут пригодиться, вот, в принципе, все, как бы, что называется, доклад окончен, если вопросы есть, давайте еще по вопросикам пройдемся, у меня вполне себе где-то, наверное, минут 20 есть, я вполне готов, вот, интернет у меня, видите, опять хороший. Максим, спасибо тебе большое, что рассказал так полно, не знаю, у меня, по крайней мере, Сейчас еще пролистаем, может, какой-то вопрос не знает, я просто пропустил. Да, вот сейчас слышу, ого, ничего себе, ага, ремарка, да, 4 в целом, обычных личных информаций, да, 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 конечно, когда фейк вписывается в картину мира, это вот те самые автоматизмы, те самые социальные стереотипы, есть даже такая теория журналистики, что журналистика это, значит, сейчас скажу, журналистика это актуализация, картины мира, соответствующая социальной группы, да, которая не впадает, не вступает в противоречие с их представлениями реальности, ну, что-то в этом духе, да, я не сторонник такого определения журналистики, но в медиа это очень частая история, да, нам проще подтянуть под свои представления какие-то факты или даже фейки, которые мы готовы принимать за факты, для того, чтобы подкрепить свою точку зрения, то есть, на самом деле, для того, чтобы критично мыслить и для того, чтобы впускать в себя альтернативные точки зрения, нужно, в общем, иметь мужество и это определенное напряжение сил, да, эмоциональных, интеллектуальных, вот, поэтому чаще всего люди, конечно, просто защищают свою позицию, вот это вот частое выражение, да, там, когнитивный диссонанс, да, когда у вас несоответствие того, что в реальности и того, что вы думаете, естественно, человек старается избавиться от этого диссонанса и старается как-то равновесить, гармонизировать эту картину мира, поэтому он либо выбирает те факты, которые его устраивают, либо, если он, так сказать, мужественный, ответственный, медленно, с боем, со скрипом, но корректирует свою позицию, вот, это да, это частая тема, да, 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 ну, запрет долларов в России, это вообще, конечно, лютый фейк, это понятно, раз, два, меня слышно? Или не слышно? В общем, сейчас пример фейка, сейчас посмотрим, да, конечно, это фейк, то, что вы скинули, абсолютно так и есть, более того, мой фейсбук не является СМИ и храмом, значит, проверенной информации и науки, да, я перепочваю то, что мне нравится, да, то есть, фейк, фейк, пожалуйста, мне понравилась картинка, все замечательно, да, то есть, я там, не Олег Кашин, хотя Олег Кашин, если вы знаете, излюбленный его пример, это давать без кавычек чью-нибудь чужую цитату, и люди, читая его, начинают на себе рвать волосы, Олег, мы говорили о вас лучшего мнения, да как вы такое можете говорить, а он сидит хихипает, собственно, ну вот, подтраливает так свою аудиторию, это его фишка такая, коронная, вот, поэтому, да, пожалуйста, у меня в ленте можно много такого веселья найти, и это меня совершенно не смущает, поскольку это не объект моего профессионального, собственно, приложения, да, вот, так что здесь, пожалуйста. Так, а я хочу сказать, меня слышно, такое ощущение, что меня не слышно, единственный, я кинул ссылку в чат на анкету, пожалуйста, запомните ее, это займет еще, ну там, две минуты, наверное, или минуту, вот, поэтому, пожалуйста, 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 запомните. Так, и вопросы еще, давайте буквально, наверное, последние, потому что реально времени, конечно, очень много уже, поэтому, наверное, думаю, Максим уже отпускать. Ну да, я не смотрел, честно говоря, как там с 70-х годов, я, конечно, помню и знаю даже, кто такая лазутина, но, понимаете, я не занимаюсь археологией понятия, в данном случае меня интересует инструментальное применение, я применяю фактоид в том смысле, как его применяет сейчас тот же Мирошниченко, да, вот Мирошниченко говорит, что фактоид это несуществующий факт, фейк, а, соответственно, я здесь также и даю ему определение, то есть, да, там можно много найти разных трактовок, и, может быть, где-то даже противоречащих, вот, такой задачи не стоит, поэтому, у меня никаких расхождений нет, да, то есть, опять же, поэтому я и предпочитаю все-таки использовать слово не фактоид, а фейк, оно современное, да, нейлогизм, да, американизм, там, профессионализм, как угодно можете это называть, но это удобно, поскольку еще не обросло какими-то коннотациями лишними, поэтому факт, фейк, соответственно, самое лучшее, мне кажется, соотношение, вот, устно-народное творчество, тын-тын-тын-тын, ну, да, 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 Клинтоны разводятся, ну, да, конечно, такие фейки постоянно всплывают, это такие скандальные вещи, да, понятно, все это, все это, да, понятно, так, что я думаю, можно тогда, укажены как бы тоже личные блоги, ну, да, естественно, поэтому он и резвится, собственно, какие могут быть к нему претензии, вот, у него есть там Кашин Гуру, там он старается как-то, да, стандарты журналистские придерживать, а здесь, что хочу, то делаю, в общем, и это тоже такая игра с определенными стереотипами, то есть, люди привыкли читать, видимо, эти тексты, представляя себе образ Кашина, да, или, может быть, его голосом даже проговаривает текст, вот, а на самом деле это все-навсего чужая цитата, не оформленная должным образом, вот, то есть, это опять же такой слом шаблона, да, разрыв шаблона, вот, я думаю, это его откровенно резвит, так, ну да, я думаю, что можно заканчивать, наверное, уже времени все-таки много, да, давайте, спасибо вам всем, Максим, спасибо большое за время, за такой полный рассказ, теперь есть интересная, вдохновенная, отличная, два часа, которые можно потом пересматривать, и давать ссылку друзьям, и надеюсь, что никто не будет, да, продать от фейки, ну да, ну еще раз, тут напоследок можно сказать, что, конечно, полностью нельзя собрать все фейки, да, и победить их, и никогда нельзя полностью, соответственно, их опровергнуть, но просто какие-то ключевые вещи для понимания картины мира желательно все-таки для себя хотя бы как-то фильтровать и доверять, опять же, источникам проверенным, и даже если источник проверенный, нужно убедиться, в этот момент является ли, собственно, вещателем тот самый источник, да, то есть сайт можно взломать, соцсети тем более, почту можно подделать, телефон можно подставить, ну то есть, в общем, легкая паранойя должна быть у каждого, но при этом не превращать это в то, что отравляет жизнь, вот, ну то есть быть немного начеку, но при этом не слишком драматично к этому относиться, вот, наверное, такой самый лучший рецепт. Отлично, ну что, тогда спасибо, если там у кого-то есть вопросы, можно писать, да, группу мероприятия. Да, 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 меня можно туда позвать, и я там могу даже письм на что-нибудь ответить. Супер. Окей, спасибо. Все, спасибо, тогда заканчиваем. Счастливо, счастливо. Счастливо. Подписывайтесь на Media Toolbox. Спасибо. Спасибо.